Начинаем нашу секцию, посвященную проблемам взрослой жизни наших воспитаний. Мы будем вести ее. Андрей Михайлович, я думаю, все прекрасно знаю. Секция учебного рода Кривского, с 20-м опытом. А я представляю объединение, наверное, 21-й колледж. И мы начинали данный проект всегда, я говорю, что я представляю, Центр лечебной педагогики. Потому что наш проект в колледже, это проект в Центр лечебной педагогики. Колю с достаточно интересным в Москве, потому что в 2006 году было созданное разделение. Я расскажу это немножко. Я не знаю, что в студии у Антонии Михайловича. Презентация. Наша секция посвящена взрослой жизни, включением уже активного социального деятельности по мере сил и возможностей ребят с расстройствами аутистического аспекта. И речь идет о различных формах жизненного устройства с учетом тех или иных возможностей, особенностей, которые имеются у выпускников школ с расстройствами аутистического аспекта. Каких-то других организаций, которые занимались, возможно, профессиональной подготовкой и элитационных центров, в которых также есть люди с расстройствами аутистического аспекта, с умноженными нарушениями развития. И на сегодняшний день в Российской Федерации считается, что это одна из наиболее пока неразработанных тем, потому что люди, которые выходят в жизнь в широкую область этого слова, они оказываются по разным причинам, не готовы к тому, чтобы действительно самостоятельно включаться в активную трудовую деятельность, самостоятельность от вопросов быта, досуга, социальной коммуникации и так далее. И очень незначительное количество людей с расстройствами аутистического аспекта, имеющих достаточно высокий, хороший потенциал и типокладма развития, они могут действительно самостоятельно жить, самостоятельно проводиться и когда-то. И большинство все-таки людей, как мы говорим, нуждаются в сопровождении, в той или иной мере и степени, в той или иной форме, но они будут зависимы от помощи, поддержки со стороны окружающих людей. И поэтому сейчас активно обсуждается вопрос введения в законодательство самого понятия сопровождение, в социальное законодательство и с тем, чтобы такие понятия, как сопровождаемое проживание, сопровождаемое то-то устройство или социальная занятость, они стали нормой и могли обеспечивать поддержку всем тем нашим согражданам, которые действительно в ней нуждаются, которые не могут реализовать себя без посторонней помощи. И, наверное, нам нужно в рамках нашей сегодняшней секции обсудить какие-то вопросы принципиальные и сделать предложение для резолюции с тем, чтобы еще раз обратить внимание в области на эту проблему, с тем, чтобы, возможно, сформулировать какие-то конкретные предложения и, пользуясь возможностями конференции, все-таки от лица и специалистов и родителей, которые, так или иначе, связаны здесь с людьми с расстройственно-магистического инспектора, заявить об этой проблематике и предложить какие-то решения. Я в своем сообщении, презентации хотел бы остановиться на теме сопровождаемого проживания, вернее, не столько на опыте, сколько на принципах, которые, на мой взгляд, являются существенными при организации сопровождения. Я хочу немножко погасить, вот, хотят переговорить. Давайте, 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 давайте. Хорошо. Которую необходимо учитывать при организации сопровождения проживания и людей с... А, микрофон? Наверное, вот. Так, недостаточно, да? Ну, слышно, 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 слышно. Вот, и речь идет и о тех людях, у которых имеется нарушение интеллекта, и тех, у которых имеется расстройство аутистического спектра, и тяжелые множественные нарушения развития. Вот, ну, всегда на всех выступлениях показывают отслайд, и говорят о том, насколько важно обеспечивать системную поддержку сопровождения комплексное на разных возрастных этапах. То есть, безусловно, нам нужно стремиться к тому, чтобы люди, имеющие ограничения психического плана, да, и нуждающиеся в поддержке сопровождения получали ее практически от рождения до конца жизни. С тем, чтобы человек все-таки не попадал в стационарные учреждения, и воспитывался в семье, начиная с раннего возраста, и чтобы семья имела условия, возможности так же жить нормальной жизнью, получая сопровождение и поддержку, чтобы ребенок, как все, мог ходить в детский сад, потом в школу, потом получать, возможно, профессиональное образование, иметь доступную трудовую занятость и при этом сопровождение, и то же самое сопровождаемое проживание. И в этом контексте нам нужно рассматривать, в том числе, и те принципы, о которых мы говорим при сопровождении проживания. Ну, во-первых, что такое сопровождаемое проживание? Мы считаем, что это должна быть жизнь дома, а не в учреждении. То есть, это соответствующая атмосфера дома. Действительно, человек должен чувствовать, что это мой дом, моя комната, моя квартира и так далее. Ну, и важно, чтобы вот эта живая площадь, она была каким-то образом закреплена за тем человеком, который на ней проживает. То есть, это может быть его личная, собственно, частная собственность, это может быть аренда, это может быть социальный найм жилья, это может быть любая другая форма собственности, которая привязана к данному конкретному человеку. Мы говорим, что это жизнь с сопровождением. То есть, человек получает услуги, да, или комплекс услуг, и мероприятие, который направлен на удовлетворение основных жизненных потребностей человека и поддерживает максимально возможную его независимость в решении различных жизненных задач. Это и бытового характера, то есть, и самообслуживание, это и приготовление пищи, это и покупки, это и обхождение с деньгами, это и уборка и так далее. Далее, это социально-коммуникативная деятельность, то есть, важно, чтобы человек мог общаться и внутри дома, и за его пределами, выполняя разные социальные роли при этом тоже. И важно понимать, что не должно быть излишней помощи, то есть, то, что человек может делать сам, важно, чтобы он выполнял это сам. И помощи, поэтому, мы говорим, должно быть столько, сколько необходимо, самостоятельности столько, сколько возможно. Сопровождаемое проживание, оно, поскольку подразумевает определенную самостоятельность, независимость, то для человека, у которого имеются аутистические расстройства, нарушение интеллекта, очень важно обеспечить, вернее, как сказать, не менее важно обеспечить доступную среду, чем для человека, который передвигается на коляску. Только если для человека, который имеет серьезное опорно-двигательное нарушение, это все-таки в основном безбарьерная среда, то для людей с нарушениями интеллекта, с аутистическими расстройствами, это среда, должна быть среда, которая понятна для них, в которой они могут себя комфортно чувствовать, ориентироваться, в которой они понимают, что означает те или иные объекты, которые вокруг них находятся, каким образом выстраивать с ними, осуществлять с ними действия какие-то, каким образом выстраивать свою деятельность в течение дня или какого-то другого периода времени, то есть тем самым мы создаем действительно условия, условия, в которых человек ориентируется, в которых он может быть активным и продуктивным. Ну и в частности, уже достаточно общеизвестны всякого рода алгоритмы, подсказки изобразительные, какие-то ориентиры, которые помогают выполнить последовательно ту или иную деятельность человеку без посторонней помощи, без того, чтобы была какая-то внешняя инструкция со стороны сопровождающего. То же самое касается правил, которые необходимо соблюдать в условиях общежития. Мы говорим, что сопровождаемое проживание может быть в разных формах, это может быть и индивидуальное, когда человек один живет у себя в квартире, но это может быть и групповое, когда в малой группе проживают люди, и, соответственно, им нужно договариваться, им нужно договариваться о том, как они будут жить, что можно, что нельзя делать в том или ином форме. Здесь, может быть, в виде текста или в виде изображений, пиктограмм, может быть, фотографии, в зависимости от того, каким образом выстраивается система. Сопровождаемое проживание – это жизнь в местах обычного проживания людей. И любой населенный пункт, это может быть город, это может быть сельская местность, и опыт имеется и тот, и другой. Важно, чтобы действительно это было обычное место проживания людей с соответствующей инфраструктурой, где есть магазины, где есть остановки автобусов поблизости, где есть другие необходимые для жизни человека. инфраструктурные объекты. Наличие дневной занятости или места, где человек может трудиться, в полном смысле этого слова, трудоустройства, является необходимым таким компонентом, сопровождающим полкоживания, о котором мы сейчас с вами говорим. Потому что, если речь ввести все-таки о нормализации жизни, то у любого человека должен быть дом, должна быть работа, где он находится. Ну, и таким образом мы сейчас обсуждаем формулировку, что такое сопровождаемое проживание, в каком виде она войдет, пока на самом деле еще не ясно, что будет за формулировка каких-то государственных, законодательных, нормативных актов. Но мы предлагаем, я имею в виду, общественность предлагает вот такого рода обозначение, что это все-таки форма жизни устройства человека с инвалидностью. Но вот сейчас обсуждаем, что совершенно не обязательно с инвалидностью. Это может быть и человек и без этого статуса, в частности, человек с расстройствами аутистического аспекта, но имеющий ограничения в независимой жизни и которому требуется помощь. И при этом форме жизнеустройства оказывается должен комплекс услуг, которые обеспечивает человеку одному или группе удовлетворение этих потребностей. Кроме того, выделяется учебное сопровождаемое проживание и рассматривается как определенный этап подготовки к самостоятельному или сопровождаемому проживанию, при котором человеку оказывается комплекс услуг, направленных на формирование навыков самостоятельной, бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности. И учебное проживание организуется также в различных формах, но все они имеют цель реализация потенциальных возможностей и развитие способностей человека к самостоятельному решению задачи бытовой, социально-коммуникативной, досуговой деятельности. И подготовка к независимому проживанию уже в условиях это происходит в условиях максимально приближенных к обычному проживанию. Очень важно, когда мы говорим об учебном проживании, чтобы рассматривался этот этап как следующий шаг после того, что ребенок получил во время обучения в школе. В школе есть понятно уроки домоводства, есть в детском доме-интернате проводится соответствующая работа по социокультурной адаптации, там, где это проводится. И необходимо, чтобы продолжение в рамках учебного проживания происходило уже не как урок, а именно как жизнь. мы организуем, помогаем организовать человеку жизнь в условиях обычной квартиры и обучаем ему решать какие-то те или иные жизненные задачи. Но вместе с тем он живет. То есть, это сам в ходе естественного процесса формируется и развиваются те навыки, которые у него уже были ранее сформированы. По крайней мере, частично сформированы. Важным компонентом и учебного и постоянного сопровождаемого проживания является содействие формирования уважительного отношения общества к лицам с ментальной инвалидностью. То есть, по-разному выстраивается эта работа. Кто-то говорит, что нужно помыть подъезд шампунем, будет приятный запах, соседи будут довольны и буду полностью соотноситься. Кто-то высаживает цветы или выставляет цветы в том подъезде или разбивает клумбу, тоже прекрасно. Сразу же меняется отношение людей к особым соседям. Мы обычно проводим такие праздники двора. То есть, это праздник, на который приглашаются все соседи, особенно семьи с детьми и устраиваются различные мастер-классы, какие-то развлекательные мероприятия. И, конечно же, центральными в этих мероприятиях являются наши особые проживающие, то есть, ребята, которые имеются те или иные нарушения развития. И, соответственно, взаимодействуя с ними, играя, организуя какие-то совместные виды деятельности, которые успешны, которые приносят радость, они способствуют тому, что формируется такое уважительное отношение. Говоря о принципах, имеем в виду следующее. Во-первых, это построение отношений на основе партнерства. То есть, мы имеем в виду партнерство в широком смысле слова, это и между сопровождающим, сопровождаемым, это и между родителями и специалистами, которые участвуют в этом процессе, это между государственными и негосударственными структурами. часто в настоящее время оказывается, что общественные организации являются поставщиками такого рода социальных услуг и поскольку это дело новое и для государства и для НКО, важно, чтобы выстраивались опять же партнерские отношения. разумеется, крайне важен принцип при котором соблюдается приоритет уважения человеческого достоинства и прав личности. Они могут выражаться и через казалось бы совершенно такие несущественные мелочи, но очень значимые, как стучаться в дверь, спрашивать согласие на помощь и так далее. Вроде бы это является с одной стороны само собой разумеющим, с другой стороны это, к сожалению, пока не есть правила организации, которые предоставляют подобного рода услуги. Межведомственный подход и комплексная поддержка безусловно всем понятна и однозначно она важна и в условиях сопровождаемого проживания. Мы говорим о том, чтобы в команде специалистов, которые работают, сопровождают, были люди и владеющие специальными особыми методиками, которые важны, в частности, для сопровождения людей с расстройками аутистического спектра, чтобы были социальные работники, которые обеспечивали каждодневную деятельность сопровождение и уходу в том числе, чтобы были психологи, которые помогали решать вопросами личностных отношений и так далее и других. Привлеченные специалисты со стороны врачей тоже могут быть, но, естественно, как правило, они не в штате самого сопровождения, либо приходят, либо к ним приходят по договоренности по рамках взаимодействия. Ну и медицинское обслуживание, в частности, предполагается, что поскольку люди живут в обычных условиях, то они будут также амбулаторно получать те или иные медицинские которые необходимы любому человеку бывают. ходить в поликлинику при необходимости делать какие-то процедуры и так далее. Ориентация на развитие самостоятельности и при этом обучение становится пожизненным компонентом. То есть если мы для человека, у которого имеется интеллектуальное нарушение мы прекращаем когда-то это, к сожалению, навыки уходят, навыки стираются. Поэтому очень важно, чтобы человек был постоянно включен в активный процесс ориентировочный и чтобы создавались доступные для него какие-то проблемные ситуации, в которые ему нужно самому что-то выбирать самому принимать решение самому в том числе нести ответственность за это принятое решение. Индивидуальный подход и оказание помощи соразмерной потребности в ней. я об этом уже говорил и необходимо в связи с этим планировать работу и планировать группу таким образом, чтобы было достаточно персонала, достаточно сопровождающих, которые могли действительно реализовать те или иные особые потребности человека. Организация проживания малыми группами. Я уже говорил о том, что важно найти какой-то минимум, какой-то максимум. Минимум один человек, который живет у себя дома и получает поддержку. Это идеальная картина, но она очень дорогая и неподъемная. Скажем, сопровождение в собственной квартире 24 часа в сутки это выйдет в копеечку и естественно на сегодняшний день такими ресурсами мало кто обладает. Если только человек будет сам платить за его ближайший родственник за такое сопровождение, конечно, это возможно. Но если мы ожидаем, что государство в этом плане будет, то вряд ли государство готово взять на себя такие обязательства. Поэтому мы говорим о создании все-таки группового, малогруппового проживания на базе домов, квартир и большинство тех, кто практикует такую деятельность, она склоняется, что на какую-то такую ячейку не должно быть больше семи человек. Я имею ввиду ячейку что есть жилые комнаты в каком-то блоке в этой квартире, достаточное количество самуслов, кухня, какое-то общее пространство, где могут все люди собираться. Может быть, это еще связано с традиционными психологи, наверное, лучше объяснят, чем я. Не зря семья у нас имеется и так далее. предлагается также критерии формирования группы. То есть в эту группу важно, чтобы люди входили добровольно. То есть чтобы это было их желание или может быть, если они не могут по каким-то причинам свою тяжесть имеющиеся нарушения выразить свои желания, чтобы это желание было выражено их родителями, законными представителями или все-таки важно найти безусловно возможность, чтобы помочь им выразить их желания. Важно, чтобы человек был подготовлен к тому, чтобы жить в такой группе. Часто люди сначала живут отдельно всеми. Если же мы возьмем детские дома и интернаты, конечно, там уже люди готовы к тому, чтобы жить в группе, другая ситуация. Разнополный состав группы. Если мы говорим о нормализации жизни, это необходимо. И сепарация по половому признаку на нас святка недопустима. Психологическая совместимость желательна. Бывает, что ее невозможно достичь изначально, но она может дневно прийти в процессе совместного проживания, работы. Потребность в объеме услуг разная. Сейчас об этом немножко поподробнее скажу. Наличие дневной, как я уже говорил, трудовой, социальной занятости. потребность услуг разная и требования как раз в комплектовании такой гиперогенной группы, где есть люди с разными возможностями независимой жизни. И важно, чтобы в группе не оказались только те, кто нуждается в постоянном присмотре, в постоянном контроле в силу имеющихся, например, у них выраженных каких-то поведенческих проблем. И в этом случае сопровождающие могут просто-напросто не справиться с теми задачами, которые перед ними стоят. Но в лучшем случае они действительно обеспечат только присмотр, чтобы кто-нибудь кого-нибудь кому-нибудь или себе не принес ущерб. Если мы соберем только людей, которых имеется тяжелые множественные нарушения развития, нарушения опорно-двигательных функций и так далее, это будет очень сложно в плане обеспечения ухода и решение других задач тоже. И поэтому предлагаем такое деление по степени зависимости или независимости людей от посторонней помощи по тем или иным причинам. анализ деятельности опыта сопровождаемого проживания в разных регионах в том числе и в Моргстоне привел на сегодняшний день примерно к такой картинке. Она может меняться плюс-минус. Скажем, если мы говорим о семи человеках, которые проживают в одной квартире, то это значит, что среди них может быть один человек, который сам не передвигается в, например, тяжелую форму ДЦП плюс нарушение интеллекта. Один человек, который имеет серьезные поведенческие проблемы, психические нарушения и нуждается в постоянной помощи, контроле. Где-то четыре человека, которые нуждаются в сопровождении несколько часов в день от четырех до восьми-девяти часов в зависимости от и вместе с тем у них также есть нарушения интеллекта, расстройства аутистического аспекта и какие-то другие, которые в следствии чего они нуждаются в поддержке и помощи. И может быть один процент, который более независимый, самостоятельный, то есть это один человек, простите, который может в том числе и оказывать помощь, поддержку в движении каких-то общих задач. Разумеется, решение должно приниматься индивидуально с учетом конкретных возможностей, особенностей, с учетом тех критерий, которых я уже упоминал выше. Важно еще особенно для социальной защиты критерия выявления людей, которые нуждаются в сопровождаемом проживании. Этот список может быть продлен. Он может быть больше, может быть меньше. Пока нет какого-то норматива, как я сказал, но в этом году, в этом году в декабре, до 25 декабря Министерство труда и социальной защиты должно отчитаться перед президентом о выполнении его задания по внесению в законодательство Российской Федерации изменений в связи с введением сопровождаемого проживания. И тогда уже вот эти вещи будут прописаны. То, что вы видите, мы предлагаем Министерству труда и социальной защиты, поскольку это будет принято и соответствовать одному или другому закону на другой вопрос. Ну и в целом, я уже говорил, важно, чтобы мы ориентировались на нормализацию жизни человека в общепринятых формах. речь идет об мы все живем у себя дома и организуем свой быт и организуем свое свободное время и планируем ту или иную занятость и в этом в этой связи люди, у которых имеются особенности те или иные развития, они не должны от нас отличаться. Именно на это и собственно говоря направлены принципы сопровождения о которых я сейчас говорю. они касаются в первую очередь сопровождаем проживание, сопровождаем социальная занятость и трудовая деятельность. Они рассматриваются как определенный выход из сегрегации, выход в общество и тех детей, которые воспитываются в семье, и тех, которые воспитываются в детском доме интернатой, и тех, кто сейчас находится в психоневрологических интернатах, но желает оттуда выйти. Не значит, что мы призываем государство нужно подначать закрыть психоневрологические интернаты. Нет, этого не будет наверное еще долго, но человек должен иметь выбор, где ему с кем ему быть и как. Поэтому эти понятия, эти виды деятельности они на наш взгляд очень важны и актуальны для многих людей. Я благодарю вас за внимание. Если есть вопросы, я готов кушать. Можно вопрос? А вы сопровождаете, когда живет человек в семье, у него родители есть, вы обучаете родителей или все же упор все равно делаете на него? Я сейчас говорил о том о взрослых, которые обучаются все-таки отдельно от родителей. но он живет, у него среда в квартире с родителями. Он должен к ней тоже отдать. И родители не знают, как его, они не владеют этим. Спасибо, я помню. Здесь когда организуется учебное сопровождаемое проживание, то в этом случае обязательно к нему подключаются родители. То есть родители во-первых участвуют в формировании запроса. Родители участвуют в том, чтобы разработать индивидуальную программу учебного проживания. они участвуют в том, чтобы у нас в Скове обык учебного проживания такое, что мы берем обучение курсами. Курс длится 4-5 месяцев. И вместе с тем на выходные дни ребята идут домой. То есть суббота, пятница, они дома. И они в обязательном порядке получают домашнее задание. Домашнее задание как для наших студентов обучающихся, так и для родителей. Студент должен выполнить какое-то задание. Самостоятельно сходить в магазин, приготовить салат, посчитать деньги, выполнить что-то еще. Родитель должен обеспечить ему сопровождение для того, чтобы он сделал это максимально самостоятельно. то есть родители тоже учатся при этом. Потом они пишут как ребенок ответный уже краткую запись сделать как он выполн то или иное задание. Или может не выполнено совсем по каким-то причинам. Родители с родителями заключается договор о сотрудничестве. Родителям дается рекомендации по выходу после учебного проживания с тем, то, что было сделано, то, что было достигнуто во время учебного проживания, оно как раз продолжалось в домашних условиях. В этих рекомендациях прописывается, хотя, ну и проговаривается естественно устно, что можно, что нужно сделать для того, чтобы создать оптимальные условия для большей независимости такого человека в домашних условиях в семье. Ну и в итоге, поскольку происходит и повторное обучение учебное, то есть ребята через год, через два могут прийти на повторное обучение, повторный курс обучения с обучением. Мы смотрим, что у многих происходит откат. Не в достаточной степени мере поддерживаются сформированные те навыки, которые были в учебном проживании. Есть те, у которых все-таки сохраняется все то, что было. Но если происходит откат, то эти навыки, как правило, быстро достаточно восстанавливаются. Если начинается новое обучение, то есть на первом курсе такого обучения приходится тратить 4-5 месяцев для того, чтобы достичь результата, то где-то за месяц он уже возвращается к тому уровню, с которого ушел с предыдущего курса. когда очень многое зависит от семьи, от родителей. А сопровождающий приходит в себя, чтобы организовать вот эту среду? Потому что ты обслуживала, у вас там шкафы с карточкой, это же родитель сам не организует. Сопровождающий помогают родителям сделать эти сами знаки, если они нужны, подготовить какие-то расписания, которые важны, дают консультации, иногда выходят, выходит как минимум один-два раза всегда бывают, а если возникает необходимость консультации, да, и родители обращаются, то они приходят больше. Но здесь скорее зависит от семьи. Не все семьи хотят, чтобы к ним часто приходили гости. Многие переходят из есть те, которые переходят из учебного проживания, в постоянном сопровождении проживания, там уже вне зависимости от того, есть семья или нет семьи, продолжается жизнь примерно в том же ключе, в котором она была в учебном проживании, может быть в меньшей степени интенсивность самого обучения будет. Подождите, пожалуйста. Ну, так хорошо слышно. Это для записи. Подождите, пожалуйста. Руку сдаю. Сейчас. Подождите, пожалуйста. При совместном проживании и трудовой занятостью тоже вы занимаетесь? В нашем случае нет. Хотя могут быть варианты. Есть разный опыт. Есть когда поставщики разные, как у нас общественная организация родителей детей с аудизмом «Я и ты», например, она является поставщиком услуг по сопровождаемому проживанию в школе. А поставщик услуг дневной занятости это государственное учреждение социального обслуживания, производственное интеграционные мастерские. И они обеспечивают каждое утро ребята 8.30 кто-то самостоятельно на специальном транспорте уезжает в эти мастерские и там обеспечивается трудовая занятость либо такая производственная то есть они работают в области деревообработки, растений водства швейная выполняет заказы прачечные картонажная мастерская для тех кто не может активно производительно участвовать в такой деятельности для них разная социально полезная активность деятельность развивающего плана социально-коммуникативного плана то есть это те ребята у которых сильно снижен интеллект и в силу таких других нарушений они не могут участвовать в производственной деятельности ну а после работы то есть начиная с 3-4 часов они возвращаются домой у некоторых есть какая-то социокультурная деятельность например театральная студия или другие вещи потом приезжая домой они согласно накануне запланированному запланированным видом деятельности выполняют какую-то работу кто-то идет в магазин занимается уборкой кто-то готовкой и отдыхают общаются потом планируют следующий день что нужно сделать готовиться ко сну и собственно говоря такой обычный режим спасибо спасибо очень напомню переживание у каждого участника отдельная пункта или подбой живут как в учебном формате и самостоятельно учебном формате подбой мы стараемся связано с теми условиями материально-техническими которые которыми располагает организация в центре лечебной педагогики имеется учебная квартира отделение учебного проживания называется то есть учебное проживание занимается государственная организация а постоянным уже общественная организация разная и в этой квартире трехкомнатной квартирой соответственно мы не можем взять на курс более четырех человек как правило это два молодых человека и две девушки ну или женщины и мужчины возраст может быть самый разный и в постоянном проживании там есть варианты когда также в комнате проживают два человека есть когда проживают по одному человеку был достаточно длительный подготовительный этап переди чем приступили к постоянному сопровождению проживания он длился два года и много разных вопросов достаточно было в том числе и вопрос а как будем жить кто-то хотел жить по одному но кто-то решил что лучше жить не по одному вместе в соответствии с этим подбирали искали жилье ну как я уже говорил жилье может быть в разной форме собственности в нашем случае это аренда и арендную плату платят сами проживающие средства и пенсии да я пока не несут микрофон нет не вполне ответил на ваш вопрос по поводу поставщика услуг в случае если это один и тот кто сопровождает тот например во владимире общественная организация родительская свет и они же организуют услуги для проживания постоянного они же организуют услуги занятости дневной в разных помещениях находится в разных местах города на дневное время ребята уезжают из квартиры в школу жизни которую Аргейс Вернзо проводит и потом возвращается к себе вот такой вопрос то есть за те годы работы что вы этим занимаетесь конечно у вас наработаны большие баллы то есть нам если начать с нуля естественно нужно на чем-то базироваться и для того чтобы создать такую вещь то есть какими так скажем ресурсами мы можем пользоваться чтобы начать создавать хотя бы учебные сопровождаемые проживания с чего начать понятно нет ну по-разному начинают здесь действительно ищет нужно найти вариант вариантами может быть если учебное проживание например это оборудовать какой-то блок или несколько помещений в школе в детском доме интернате реабилитационном центре такая практика есть тоже и делают и уже на базе организации создают такие домашние условия но важно очень при этом какие-то типичные ошибки вроде бы создали и проводят на этой базе уроки домоводства при этом обедать ребята входят в общую столовую то есть не происходит вот этой привязки решения жизненных задач для чего нужно готовить готовить потому что для того чтобы не остаться дало а меня и так покормят зачем какой мне стимул этим заниматься поэтому если уж создали то тогда важно обеспечить условия которые действительно мотивировали ребят жить полноценной жизнь учиться жить вернее полноценной жизни другой вариант если есть возможность открыть именно учебную квартиру на базе какой-либо опять же разные формы собственности могут быть это может быть чья-то квартира которая например не используется и это может быть договор аренды или договор безвозмездного пользования или на каких-то других условиях и между организацией которая является поставщиком вот этих вот услуг учебного проживания и собственником этой самой квартиры найти и дальше действовать вот полеж решает немножко по-другому тоже интересный вариант и так далее относительно дневной занятости тоже таким образом найти дневную занятость начинать надо всегда с малого действительно если вы найдете какие-то места и виды деятельности пусть даже какая-то комната такое помещение достаточно большое можно было бы много чего организовать вот несколько дней в неделю мы организовали но опять хотелось бы чтобы существовал не там как занятия в государственном учреждении а в рамках того чтобы было ну была возможность действительно устроить устроить это в рамках того чтобы было для детей это не как занятие как действительно постоянное конечно это очень важно найти и для этого важно чтобы вашим партнерам в этом отношении стали органы государственной власти там чтобы стали ну так может быть какое-то предприятие может быть какой-то колледж расскажет об этом опыте и так далее понятно что самому просто так взять создать нуля это очень сложно поэтому партнерские отношения они очень важны как решается вопрос вопрос поводок отношения между людьми да спасибо очень важный вопрос как решается вопрос поводок отношений и постоянного проживания в отношении женщины здесь наверное очень многое будет зависеть от того каким образом выстраивались выстраивалась работала формировалась вот эта тема до того как человек попал в условия проживания в группе и у нас на сегодняшний момент пока нет пар которые бы хотели жить вместе но если они возникают то я говорю только свое мнение здесь потому что такого общего наверное здесь нет важно чтобы для них создавали соответствующие условия жизни для этой пары это должна быть ну либо отдельная квартира желательно потому что это семья создается и если эта семья будет нуждаться в сопровождении то соответственно обеспечивать это сопровождение если говорить о каких-то партнерских отношениях между мужчинами и женщинами когда они проживают в группах да ну мы с одной стороны не можем запретить это с другой стороны мы заранее предупреждаем и договариваемся что в рамках тех условий которые у нас есть мы не можем обеспечить условия для полноценной половой жизни партнера и если есть желание жить вместе то мы будем вместе искать возможности создать услуги и на сегодняшний день этого необходимости пока нет есть люди которые проживают отдельно квартир и у нас тоже в своем собственном жилье и они живут со своими партнерами и получают разовую помощь если помните там я говорил разовая периодическая постоянная помощь те кто нуждается в разовой помощи они как правило в большей степени готовы и заинтересованы в развитии таких отношений но им действительно нужно помочь это происходит во время встреч либо непосредственно в квартире где проживают эти люди свои либо где-то в организации в нашем случае например либо в центре лечебной педагогики либо в учебной квартире мы иногда проводим психолог проводит какие-то такие беседы разговоры но тема очень такая тонкая она очень с ней очень осторожно деликатно нужно обходиться и очень индивидуально какого-то такого общего инвариантного решения я не готов я думаю что его нет вы нам потом скажете как в этом поле конечно как жизнь как жизнь да да я сейчас таран затянули так я не затянули как раз в самом наследном полагающее выступление я думаю вопросы еще будут я Я предлагаю каждое следующее выступление 10-15 минут, чтобы у нас осталось время для вопросов и обсуждений. Я думаю, что присутствующие, которые не включены в программу, тоже выступят. Сообразим 10-15 минут все следующие выступающие. Хотелось бы для свободной беседы ответить. Спасибо огромное Андрею Михайловичу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 была заглавлена как основное сопровождаемое проживание, мы-то как раз занимаемся в основном организацией сопровождаемой трудовой деятельности. Но принципы практически все то же самое, что было в предыдущем выступлении. Здесь мы просто показываем конец лестницы, которую показывал Андрей Михайлович, начиная с детства. Вообще, на самом деле, я не знаю, дождемся ли мы этого, но сопровождение родившегося ребенка с нарушениями должно быть продолжаться, не просто продолжаться в течение всей жизни, а должно быть финансирование на эти сопровождения. И поэтому было бы очень здорово дождаться такого момента, когда именно государство стало бы оплачивать целиком при поддержке, конечно, каких-то спонсоров, но поддерживать вот этого ребенка, потом молодого человека. И тогда те деньги, которые выделяются государством на сопровождение, шли бы или в государственную организацию, если там все здорово сделано, или в общественную организацию, или в коммерческую организацию. Потому что вот мы изучали опыт Швеции, и сопровождаемое трудоустройство осуществляется именно коммерческими организациями. Мы просто знакомились с работой такой организации, где годовой оборот, вот мы были там где-то в 2011 году, годовой оборот, 8 миллионов евро. А МИСА это в Швеции организация, так как деньги идут за каждым инвалидом и от государства, то выгодно работать в этой сфере, за человеком идут деньги. Вот это то, что никак не получается у нас. Потому что сейчас, я просто немножечко, может быть, перескочу сразу же на опыт Москвы. Вот о сопровождаемом проживании пока не так активно, говорят, в Москве, как и сопровождаемой трудовой занятости. На самом деле, вот я была недавно на форуме в департаменте труда и социальной защиты. Программы сопровождения, то есть программы оплаты труда, трудовых кураторов, уже в Москве есть. И, по-моему, пять организаций имеют такие субсидии. Но, чтобы получить такую субсидию, надо пройти такой конкурс и собрать столько документов, что даже, в общем, по всей России известная организация «Перспектива», они только со второго захода смогли воткнуться в эту программу. Так что очень много сложностей для небольшой общественной организации, например, получить такие деньги. Но очень важно, что такие программы уже есть. Но вот мы всегда с чем сталкиваемся? Не знаю, как в других городах, но в Москве явно не хотят системных глобальных изменений, хотят точечные делать, точечные проекты. Вот это очень ярко выражено. И вот это, по-моему, одна из самых главных ошибок, которые не позволяют нам быстрее двигаться. Потому что давайте признаемся, что если будет финансирование, нам будет все-таки намного легче. Найдутся люди, которые будут это делать. Найдутся организации образовательные, которые будут учить, хотя бы стены данных университета, будут учить специалистов. А вот чтобы оплачивать все это, нам, по-моему, решать труднее всего. Прежде чем перейти к рассказу о нашей тренировочной квартире, где учебное проживание, я все-таки несколько слов скажу о том, что у нас поддерживаемое профессиональное обучение есть. Поддерживаемое почему? Потому что мы добились того, что у нас маленькие группы ребят. Да, мы подразделение обычного государственного колледжа. В общем-то, 21-й колледж достаточно в Москве известен. Я бы не стала рассказывать. Но, значит, у нас 10 лет назад было создано подразделение в колледже с силами Центра лечебной педагогики. Вот мы сдались из общественной организации и перешли в государство. Очень трудный переход, потому что отвечать требованиям государственного, профессионального образования с нашими ребятами, а у нас это, вы знаете, вот сейчас на грани выживания. Мы просто находимся в современной ситуации с образованием в Москве. У нас ребята от 18 до 35 лет, то есть все уже взрослые, все первая и вторая группа инвалидности, 80% это с расстройствами аутистического спектра. Очень много тяжелых ребят, которые требуют индивидуального сопровождения. Единственное, мы не могли, до сих пор не можем брать колясочников, потому что у нас лифт с одной стороны, и все равно надо поднимать по лестнице. Сделали так, что все равно надо два пролета лестницы тащить. И просто здание 60-х годов не подготовлено. На первый этаж сделали, езжать могут, а дальше нет. Поэтому мы единственное, что вот с колясочниками не работаем, просто им в силу того, что мы не хотим, а то, что это практически нереально. У нас обычные профессии, ремесленные мастерские. Все было вот до 2015 года, мы не работали с сохранными аутистами. Но с чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что очень много ребят-аутистов, которые заканчивают обычную школу, заканчивают ее то ли на дому, то ли с помощью родителей, то ли онлайн, но не посещая. У них есть документ. Они дальше идут в колледж, они поступают, потому что они тянут эту программу. Но там они не удерживаются. Не удерживаются просто потому, что педагогический коллектив, он неплохой, он просто не готов работать в такой категории учащихся. И вот к нам стали приходить такие ребята, и мы видим, ну что же мы будем сажать в группу с ребятами с умеренной и тяжелой областной отсталностью. И вот тогда мы сделали, у нас новая профессия появилась, и мы очень ее сейчас холим и лелеем, потому что... Откруте, пожалуйста, извините, откройте презенталку. Здесь потрясающие совершенно результаты. Я просто призываю всех, присмотритесь к ребятам, с которыми вы работаете. Вот ребята с очень тяжелыми поведенческими проблемами пришли к нам. И вот один мальчик, он... Вы знаете, вот то, что учат по полгода в других колледжах и даже в вузах, он берет за 10-15 минут. Как мы это узнали? У нас даже таких специалистов нет, преподавателей я не веду. Но нами заинтересовалась Мейлрук. Знаете, наверное, такую организацию, это одна из ведущих программистов действительно высочайшего уровня. Совершенно случайно. Мне всегда говорят, как вообще, а вас узнают, и вы что-то узнаете. Только сарафанное радио. Знакомые просто рассказали. И к нам приехали специалисты, и они предложили заниматься с нашими ребятами. Заниматься программированием, чтобы их готовить к работе в таких компаниях. Мы выделили группу из шести человек, а у нас сейчас четыре группы такие. И двое ребят, они просто вот потрясающие, совершенно успехи демонстрируют. И вот, ну, ребята-программисты, которые удержатся на ММЭлру, не так-то просто. Они нас убеждают, что этих ребят учили раньше. Они не могут так быстро взять этот материал. Я это к чему говорю? Вот, Сергей Михайлович говорил о трудовой занятости, о социальной трудовой занятости. Вот такие ребята, вот самые талантливые, они никогда не смогут жить самостоятельно, целиком. Потому что вот Ромка, который лучше всех, он уже мне презентацию еще в прошлом году сам делал. Он начал с того, что он не мог есть столовой. Он ел, как собачка. Представляете, вот его дома, ему 22 года, его дома не научили. И вот я хочу, главное, перейти к вопросу о взаимодействии с родителями. Потому что вот именно вот этот пример этого молодого человека говорит о том, что как важно было работать с мамой этого ребенка, но не ребенка, молодого человека с раннего возраста. Он к нам пришел в 20 лет, не умея ничего делать. Мы сейчас научили. Они ходят в общую столовую. Мы эту группу сделали, группу социальной инклюзии. Я вот просто это немножко на нем остановилась. Это вообще наша гордость. Но какая может быть перспектива трудовой занятости? Понимаете? Он может жить с сопровождением, а его надо вытаскивать из семьи обязательно. Потому что если он летом дома, он опять падает. И жить он может, а работать он может в не социально защищенных мастерских, а в нормальной фирме. Он обожает, конечно, компьютер, но мы делаем блок, у нас очень большой блок социальной адаптации. И это, к примеру, о том, что наши ребята могут поведенчески, если вы его вот увидели, он вжел бы себя сюда, никто бы с первого взгляда не сказал, что этот человек может делать вот такие чудеса. Так, теперь дальше. Это мы просто показываем. Ребята работать могут. И работа может быть... Приведите, пожалуйста. Ага. Работа может быть на открытом рынке, безусловно, с поддержкой. Работа может быть в социально защищенных мастерских. Может быть, в мастерских дневного пребывания. Какой у нас сейчас опыт в этом плане? Значит, вот в 67... Это за последние 6 лет мы сделали оценку такую. В 67% ребят заняты трудовой деятельностью. Это открытый рынок. На открытом рынке вот это четко прослеживается. Больше 10% не получается наших ребят. На совершенно открытом, где они с трудовой недоговорами работают и получают зарплату. В Москве сейчас... Вот Москва вообще очень интересна. У нас, конечно, огромный регион. Очень много организаций, которые работают с инвалидностью. Сейчас государственных тоже. Но у нас, конечно, и больше, наверное, предложения. У нас вот есть ООН. ООН Айвна-Очень. Это проект актрисы Нелли Уваровой, который начался с нашего колледжа. Они начали нам помогать с реализацией продукции наших мастерских. И переросли в собственную мастерскую, где сейчас работают 4 наших молодых человека. Работают с трудовыми договорами. И, кстати, вот в Москве, в Нортплее, Нортплее это центр современного искусства на Курской, недалеко от Вильзавода, там есть маленький магазинчик. Он так и называется, наивно очень. Около 7-го павильона. Маленький магазинчик. Очаровательный совершенно. Там продаются изделия мастерских, которые, в общем-то, созданы по принципу мастерских нашего колледжа. Они как бы отпичковались, и даже мастера частично туда перешли. И там вот Рома такой у нас есть. Тоже Рома, значит, Рома самая талантливая. У него зарплата там 18-20 тысяч. Нормальный трудовой договор. Он работает и в магазине, и в мастерской. Но он просто вот растет. Вторая геркоинвалидность у молодого человека. Теперь, кроме... Да, у нас в мастерских, но это уже Центр лечебной педагогики, и фонда благотворительного, господи, благотворительного фонда «Жизненный путь», особая керамика на ВДНХ, а там у нас человек 8 уже работает. У нас есть защищенный участок на одной из фирм Москвы. Совершенно обычная коммерческая фирма, где руководитель... Ну вот опять нам повезло. Оказалась подругой мамы одного из наших учащихся. И она создала такой участок, где с нашим сопровождением... Она, правда, оплачивает это сопровождение, но мы даем своих педагогов, потому что не все могут сопровождать. Работа – это участок подготовки рекламной продукции. Человеки 4 там единовременно работают. Работают ребята 3 раза в неделю. Потому что вот мы пришли, к сожалению, в Москву огромный город, огромные концы. И родителям даже удобнее вот с утра до вечера с отдыхом, но не таскать на 2-3 часа. Конечно, целесообразнее было бы короче рабочий день делать, но я повторяю, в Москве это очень сложно. У нас тоже в колледже обучение мы берем от половины десятого до половины пятого. И тогда, когда мы предлагаем индивидуальную программу покороче делать, родители очень много сопротивляются, что им легче отвезли ребенка и потом вечером встретили. Ну вот на этой схеме показано, что у нас есть и повторное обучение, хотя все, оно прекращено. В Москве уже больше с прошлого года мы не можем, потому что на портовные несиротные инвалиды уже не берут. И у нас вот получилось неплохое сотрудничество с психоневрологическим интернатом. Вообще, в Центре лечебной педагогики, вот просто лично Анна Ивановна Битова, по-моему, делает колоссальные усилия для того, чтобы изменить ситуацию психоневрологических интернатов. У нас рядом находится очень близко от нас психоневрологический интернат, в котором достаточно прогрессивный директор. Какое у нас сейчас сотрудничество? Восемь человек из этого интерната учатся у нас. Это очень здорово, потому что их привозят на наши занятия, причем оказалось, что половина из них смогли учиться не в нашем, для тяжелых подразделениях колледжа, а в обычной части колледжа на автомеханику. Вот это к вопросу о том, кто находится в психоневрологических интернатах. Все люди от 25 до 30 лет возрасту. Они абсолютно не приспособлены к нормальной жизни. То есть вот когда мы их начинаем учить, три вот молодых человека, мы их начинаем учить. У нас есть социально-бытовые навыки отдельно. Они хлебцы резать не умеют, но они с таким удовольствием это все делают. И у меня педагоги, мы их в этом году троих посадили в группу, группу на 6-8 человек, а мы сделали в группу 10 человек ради них. И я так боялась, что педагоги просто, ну, скажем, ну, вы что вообще с такой группой работаете? Так они говорят, вы такие ребята хорошие, они нам так помогают, и они до 30 практически лет пробыли в условиях полной изоляции от жизни. Ну вот, но с другой стороны, психоневрологический интернат тоже пошел навстречу уже нашим ребятам. Они создали небольшой центр. Ну, правда, не очень у нас удается в нашу сторону вот идеологически его повернуть, с мастерскими, куда приходят, ну, все выпускники нашего колледжа, которые не тянут на... Вот, то, что говорил Андрей Микроф, действительно трудовое, обычное трудовое занятостье, но в силу своего состояния они не могут заниматься. Но там они тоже в мастерских, но там немножко детский сад. Но для родителей это тоже, конечно, будет так делать. Должны постановить, все закончил. Вот это очень коротко, где наши ребята, в наших мастерских у нас двое оформлены вообще плотниками, в колледже оформлены плотниками, по 0,5 ставки. Но это тоже, это очень здорово, потому что это реальные зарплаты, и они реально помогают в колледже, помогают содержать помещение. Что у нас на открытом рынке? Вот сейчас, слушая вопросы, сразу же скажу, вот в этом году мы обратились в библиотеку. Вот у нас там библиотека 48, в северо-восточном административном округе. Вы знаете, попробуйте обратиться в библиотеки с теми ребятами, которые, конечно, могут делать какие-то простые операции. Мы очень боялись, что у нас получится на 1-2 месяца общение. Но настолько благодарны ребята делают вот эту лутинную работу, перебирают книги, что-то ксерят. Ну, действительно, вот говоря об образовании, нам надо было бы, конечно, пока никто не слышит, добиваться, чтобы образование финансировало подготовку вот такой категории людей с питальной инповидностью на конкретное рабочее место. Понимаете, чтобы была индивидуальная программа, что-то тоже оплачивало образование. Этот опыт есть, насколько мне известно, в Канаде. Не сталкивались ли они никогда? Потрясающе совершенно. Образование финансирует подготовку. Вот нужен, например, работодатель и человек, ну, ну-ка, сделающий в Сирокопеле. И его готовит специалист к образовательному учреждению. У него есть программа в образовательном учреждении, но всю производственную часть, практику, он проходит уже на рабочем месте. Я думаю, все согласятся, что наших ребят надо максимально приближенно к производственным условиям учить. И вот это просто замечательный опыт был бы. И, знаете, вчера я не смогла выйти на данной конференции, потому что одновременно проходила в Московском городском технологическом университете конференция. И у нас был, мы проводили круглый стол, регионов тоже очень много было. И мы с чем столкнулись? В разных регионах настолько разная ситуация, то, что можем мы в Москве, в регионах не могут. У нас, например, совершенно свободно, мы можем менять продолжительность программы профессионального обучения. Вот у нас программа 2 года 10 месяцев для операторов и 3 года 10 месяцев для тяжелых ребят в ремесленных мастерских. А оказалось, в регионах больше 10 месяцев не имеют права сделать. Ну, чему можно научить за 10 месяцев аутиста, который практически полгода только в контакт будет входить, если войдет. И вот поэтому, может быть, в других регионах как раз можно протащить как-то вот эту индивидуальную подготовку адресную на конкретное рабочее место. Опыт такой есть. В ЦЛП неоднократно приезжал, я забыла просто его имя, канадский, такой невысокого роста, он по всему миру ездит, пропагандирует эти программы. Он нам рассказывал, как они готовят адресно на конкретное рабочее место. Поэтому вот, когда Андрей Михайлович говорил о том, что, конечно, очень сложно начинать, находить места трудовой занятости для ребят, но сначала все-таки нужно немного обучить. Я просто всех призываю, идите в свои техники, на колледжи, в регионах, и пробуйте. Вчера я столкнулась с тем, что к нам приехали просто директора со всей России. Я просто удивилась такому представительству. Из Челябинска были, из Дагестана, из Архангельска. В Тамбове очень хорошая ситуация. Вот в Тамбове, например, там есть, я вчера познакомилась с директором, который очень внимательно изучал наш опыт. Если что, потом просто у меня с собой координат, нет, могу и координат дать. Люди уже поняли, что везде есть такие тяжелые ребята. И что это их перспектива. И тут очень важно родителей, тормошите родителей. Именно только родители могут помочь в данной ситуации. Вот мы в колледже работали, сначала у нас вообще 100 квадратных метров, а то постепенно росли. И только благодаря родителям мы получили пятиэтажное здание около самого метро Валерий Касовского. Понимаете, только благодаря родителям. Власть боится родителей. Потому что родители могут начать скандали, писать жалобы. Вот нам в этом отношении добиться всего гораздо труднее. И по поводу рабочих мест тоже. Идите в департаменты труда, ну я не знаю, в каждом министерстве труда. И надо требовать и предлагать. Главное, идите с проектами. Идите не с пустыми руками, что нужно, а идите с проектами. Для наших ребят в Москве в Москве в Москве Зеленхоз это называется. В каждом регионе есть какие-то питомники, посадки, городские хозяйства, где можно приспособить ребят. Вот у нас в Сокольниках работают ребята с трудовыми книжками уже работают. Причем вот это пример там, конечно, сильные ребята. Два года мы их сопровождали, сейчас мы просто звоним и узнаем, как дела, все нормально, работают. В Сокольниках сейчас мы пытаемся тоже это сделать. То есть используйте все свои возможности. Еще в плане советов. У нас привлекайте как можно больше родителей, обучайте их технологии. Мы сейчас в Ткацкой мастерской сделали просто ну такой любез для мам, и они потом хотят организовать уже небольшую такую мастерскую для своих ребят. проблема в Москве помещения, колоссальнейшая проблема, и вот даже не буду сейчас на этом устанавливать, а то у меня все, длины, это просто. Какой у нас проект тренировочной квартиры? У нас есть в колледже, было общежитие, где мы отвоевали отсек один. Сто квадратных метров сделали там четыре спальни, как вот Андрей Михайлович говорил, кухня, холл, столовая. Это в рамках учебного процесса мы, к сожалению, не могли проводить такое обучение. Здесь мы с Центром лечебной передовой кооперировались, здесь все проблемы с финансированием, чтобы сопровождение это финансировалось. У нас были программы по два месяца. Абсолютно все так же. Мои девочки ездили в Псков, все изучали и все время консультировались. Здесь даже не буду повторяться, устроено все абсолютно так же. Единственное, что ребята с занятий уходили, то есть, ну да, с занятий они вечером ехали на эту квартиру как домой, утром ехали на занятия, но обычно там все равно кто-то оставался у кого был в этот день свободный день. И он готовил, у нас очень большое внимание как раз тоже обращается на то, чтобы они сами досуговую свою деятельность придумывали что-то. У нас даже там пианино было, мальчик один хорошо играл заниматься, конечно, готовили. Какие результаты, какие наши выводы? Для ребят результат потрясающий совершенно. Вот два месяца они научились готовить. Они стали самостоятельнее. Но начинать вообще проект поддерживаем проживание по-моему надо с родителей. По-моему вы так и делаете. Мы столкнулись в нескольких случаях с таким сопротивлением родителей, что они не захотели иметь самостоятельных независимых детей. И они стали возмущаться, что дети приходят на субботу и воскресенье и что-то требуют, что они хотят уже сами решать, куда они пойдут выходные, что они будут готовить. Некоторые запросили больше независимости в организации своего пространства в комнате. Родителям тоже это не понравилось. И, к сожалению, нескольких человек просто выбросили из наших проектов. Ну, как выбросили? Благодаря родителям. Потому что просто конфликт начинался. И к нам одна мама приждает и говорит, а мне он не нужен независимый, мне надо, чтобы он был в мариопеке постоянно. То есть здесь уже работа, очень серьезная работа психолога должна быть. И вот мы вплоть до того, что после одного ну, мы такие циклы по два месяца делаем, и вот, видимо, родители между собой тоже общаются, и мы один раз даже столкнулись с тем, что мы не можем набрать на следующий цикл, потому что ребята хотят, родители не хотят. Мы, конечно, тоже выбирали определенных ребят, и не просто так делали. Но эти квартиры, вот такие тренировочные, как наша, они еще важны тем, что одна комната у нас всегда была для экстремальной ситуации. Тут взрослых ребят, во многих семьях, одна мама. Мама попадает в больницу, детям его некуда. И вот мы еще использовали эту квартиру для таких правил. Вот. все, извините, я тоже задержала. Но, пожалуйста, если какие-то контакты, какие-то вопросы, мы абсолютно открыты для сотрудничества. Все наши картина у нас. Спасибо. Так, и следующий у нас сразу Андрей Михайлович, Анна Александровна, ой, Анна Александровна, прикосновила. Я не знаю, процентную чем-то это такое, ребят не творит, но... Я иду так вся. Я, да, подожди. Добрый день. Конечно, удивительно, что... Я, Андрея Михайловича уже слушала сто раз, и Ольга Ледовна, но каждый раз как интересно, как будто все такое волнующее, очень интересно, конечно. Так, что-то... Не помню, как тут все открыть? Посмотрим. Переперяйте. У меня почему-то... Не срабатывает? Да, вот так. Правильно я говорю в этом каком, да? Меня зовут Алёна Легостаева, я психолог Центра Режиссионной Педагогики, о котором тут уже упоминался московский, и благодарительного фонда «Жизненный путь», который был программой поддержки взрослых людей с ментальными нарушениями. Ну, понятно, что фонд возник потому, что дети Центра Режиссионной Педагогики росли, проблемы столкнулись с другими взрослыми, и по инициативе взрослых, по инициативе родителей и педагогов в Центре Режиссионной Педагогики собственно был создан этот фонд, который поддерживал те программы, которые оказались людей, старшие 17 лет. Но в тесной связи мы поработаем, продолжаем, да, одной ногой здесь, другой ногой там. Понятно, что очень много поддержки оказывается родителям детей, которые сейчас еще маленькие, для того, чтобы закладывать некоторые перспективы, да, потому что ясно, что те, кто, когда человек, когда семья задумывается о том, что будет 18 лет, 18 лет, то, конечно, да, тут мы столкнемся с тем, что быстро ничего решить невозможно и быстро помочь не получается. Ну, та идея, которая мы, в общем, очень понятная, да, что дело не в инвалидности человека, дело не в том, что он чего-то не может, а дело в том, что среда, в которой он находится, устроена таким образом, что она ему не подходит. И мы, специалисты, родители, должны создавать некоторые специальные условия, чтобы все возможности и все свои права человеку реализовать точно так же, как мы с вами. Потому что, вот как Ольга Легова говорила, что ты никогда не понимаешь по человеку, когда ты видишь, сколько там, на самом деле, возможностей и сколько там, может быть, какие ограничения на самом деле есть, а какие есть сильные стороны. И сейчас, наверное, понятно, что много говорится об инвалидности в государстве, много стали говорить о разных нарушениях, но люди с ментальными нарушениями, с психическими нарушениями остаются самыми увезлимыми и самыми непонятными, меньше всего, всем ясно, что такое для них доступность всегда, если доступность всегда более или менее для человека с гривительными нарушениями так или иначе организована, что такое доступность и открытость для человека, у которого есть психические нарушения, пока все боятся, не понимают, что с этим можно делать. Ну, собственно, вот фонд жизни и путь как-то в эту сторону смотрит уже несколько лет и пытается реализовывать большие и маленькие инициативы, которые к перспективе наверное, частично хотелось бы передать как модельные государству. Но вот то, что, да, уже все мы понимаем, что государство неповоротливое, Москва неповоротливое, может быть, то, что можно сделать иногда в регионе, то, что можно сделать в каком-то небольшом городе, не получается сделать в Москве. И если говорить о том же скоростном проживании, то, конечно, передовики не Москва, передовики вот Пусков, да, Владимир, это люди, у которых получается быстрее, ну, может быть, конечно, в силу талантов, что скажешь, но и в том числе потому, что это более управляемая система. В Москве очень трудно с помещениями и очень трудно, собственно, с теми самыми квартирами у всех, да, вообще к вашему вопросу с почвами, с почвами. Да, про программу скажу. Ну, вот особая керамика уже тоже упоминалась, это место теперь на ВДНХ, тоже удивительно совершенно произошла история, чудеса случаются и совпадения, и жизнь улучшается таким образом. И вот ребята, которые учились в 21-м колледже, это была уже готовая мастерская как бывает театральные мастерские, готовый коллектив артистов, вот это был готовый коллектив художников, которые хотели продолжать вместе работать, хотели, и были педагоги, которые хотели вместе оставаться. И вот они сохранили эту общую такую мастерскую, искали долго помещения, какое-то время оставались в полидже, полидже благородно, там терпел, давал эти помещения. И вдруг повезло, что в ДНХ, на котором начались все преобразования государственные, что там все перекопали, поменяли, каждый павильон теперь что-то там происходит, то ли коммерческое, то ли еще какое-нибудь, один из павильонов, который сейчас называется Парк ремесел, 47-й павильон, бывшее свиноводство, он сейчас называется Парк ремесел, и в нем разные художники, ремесленники ориендуют пространство. Там много разных классных производств, и одно крыло отдали под особую керамику. Это было удивительное счастье, трудное это было, целый год там велись переговоры, ремонты и все остальное, и вот это случилось, приходите в гости, можно смотреть, как там все устроено, это открытое пространство. Ну, в силу того, что это пространство открытое, понятно, что все столкнулись с проблемой чего, что сопротивление обычных, скажем так, людей, которые там арендуют мастерские для того, чтобы спокойно красиво работать, там, туристическая мастерская, столярная мастерская роскошная, такая модная, там сырное производство, сыроварное прям, там кокейная обжарка, там много разных модных людей, и приходили наши ребята, которые приходили, там, кто-то бешено бегал по коридору туда-сюда и езжал, кто-то просто стоял поочитал, так смотрел за стекло на кого-нибудь, потому что он пришел в целью жениться в новое место, он хотел наконец-то построить свою личную жизнь. А в этом месте, там была кожевая мастерская, они сшили из кожи разные красивые вещи, там работала семейная пара, и вот молодой дочек Андрея, он выбрал там девушку, которая была уже замужем, но он не просто ходил и смотрел, и рассчитывал на него снять на полосе, но ее муж совершенно не рассчитывал на это и не понимал, и в общем приходилось с каждой мастерской вести такие беседы информационные в первую очередь, людям говорить, что это за люди, как с ними можно вступить в контакт, как с ними нужно говорить, в общем-то как с обычными людьми, ничего не надо бояться, ничего не надо стесняться, и практически каждый, для меня было удивительно, что почти все готовы были сотрудничать и говорили, что спасибо, что вы с нами про это поговорили, мы ничего про этих людей никогда не знали, спасибо, что вы рассказали, и мы теперь совершенно по-другому будем, и если вам нужна какая-то от нас помощь, мы готовы ее оказывать. И эти все производства, ну по-всякому сейчас мы сотрудничали, тоже чуть-чуть скажу как, ну важно, что там они дают свои изделия наукционные, они поддерживают там, не знаю, кто-то подписан на наши благотворительные пожертвования, то есть создается какая-то другая совершенно уже атмосфера, исключительно потому, что они получили информацию, это все, ну это, может быть, это не все, но это одна из главных причин, по которой общество отталкивает людей, они не понимают почему, чего боятся и как взаимодействовать, если мы дадим этот инструмент, то совершенно другие будут отношения, совершенно все будет по-другому. Столярная мастерская артеля в Блажене, тоже известное довольно место в Москве, сейчас уже выросла из маленькой мастерской столярной столярных занятий в центре лечебной педагогики, сейчас там работают молодые люди с в основном это аутистический спектр, но разные, есть благосковики сиротских учреждений с патриотической запущенностью, очень разные, но пристроенные к делу люди. Просопровождаемые призвание сейчас постепенно скажу, немножко еще подбегусь. День Незья это проект фонда, который реализуется на площадке психонерологического интерната 16-го, то есть мы пытаемся в разные места залезать и разные какие-то инициировать вещи, но в частности 16-й интернат разрешил нам проводить такую программу дневной занятости для семейных ребят. Они живут дома, но приходят два раза в неделю в ПНИ и там вместе с педагогами нашими, волонтерами нашими и частично с сотрудниками интерната занимаются некоторые ритничные ритнии. Это тяжелые ребята в основном, почти все безречия, но для которых понятно, что наличие некоторой ритничной занятости первичные для того, чтобы чувствовать себя нормально, не будут день с ночью и вообще, чтобы в качестве жизни не только этого человека, но и всей семьи было нормально. И мы хватаемся за каждую возможность где-то что-то такое организовать и пытаемся туда наши в первую очередь ресурсы педагогические и волонтерские направить. Вот программа «Рабочий полдень» тоже начиналась с программы «Передышка» в центре лечебной педагогики. Программа «Передышка» была воскресная, волонтерская, открытая для всех семей, которые хотели бы оставить где-то своего ребенка любого возраста. И мы собственно на 4 часа воскресенья это там делали. Потом, когда мы поняли, что детей приводят на эту программу все меньше, а взрослых все больше, она стала перерастать во что-то другое. А мы всегда так были устроены, что ориентируется на запрос. И вот возник запрос на взрослых. Ну вот они просто стали проходить, одни взрослые и один какой-нибудь малыш. Мы помни, что малышей мы не смешиваем со взрослыми, малыши отдельно, взрослые отдельно. Перестаем ребят развлекать и переименовываем программу «Передышки» в рабочий полотен, потому что важно, чтобы была занятость у человека. То, что развлекать его и так все время развлекают. Важно, чтобы была какая-то литричная жизнь. И сейчас покажу маленькое кино то, что там происходило. выключено. Вот это? Вот это? Вот это. Она не была. В основном я подключена. Ну, я буду тогда проводить этим. У меня возможности. Ну, хорошо, смотрите, что сейчас происходит на этом. Это кухня церквичной педагогики, на которой мы решили некоторое время назад делать варенье. И туда приходили ребята, взрослые и волонтеры, с которыми мы совместно начали делать варенье. Ну, было важно, чтобы что-то придумать. Нам самим нравилось делотворение. Мы решили, что пусть это будет та деятельность, с которой мы сможем присоединить ребят. В основном это люди с трудностями поведения, общения, с нарушениями коммуникации. Ну, тут я рассказываю про то, что приходило все больше и больше взрослых. Мы совершенно не понимали, куда их девать. В 21-й колледж прекрасен, но он не резиновый, и нам нужно было какую-то дополнительную занятость для этих ребят организовать, которые сидели дома и никуда не выходили. И то, что какая-то понятная бытовая вокруг этого история раскручивалась, что они просто занимались самообслуживанием и тренировали разные социальные навыки. Но важно, что мы пытались подобрать разную интересную деятельность с некоторым конечным результатом для всех. И параллельно работало три мастерские. Вот, собственно, производство варенья, упаковка. Вот то, что вы сейчас видите. Можно было просто резать веревочки, можно было делать штангики на бумажки, которые потом превращались в клубничины или в какие-то еще ягоды, которые символизировали варенье. Потом это варенье на ягодах распространялось или на наших каких-то... Ну, просто в воскресенье мы его делали, а в понедельник его там родители и сотрудники разбирали. И, таким образом, мы могли дальше продолжать покупать продукты на то, чтобы этим продолжать заниматься. К сожалению, не получилось делать свою любезность, но, может быть, когда-нибудь не видно. Вот, у нас есть тяжелые ребята. Вот, например, да, Леша, который сейчас в кадре, да, это мальчик с поражением ЦНС довольно серьезным. Но его страшно интересует множество. И вот его задачей было резать пловое время веревочкой, столько, сколько он может. Это, конечно, ювелирная история, подбирать под каждого какое-то дело. Это вообще удача, что что-то получается кому-то найти. Не всегда это удается сделать, но это то, к чему мы стремимся. Соотношение ребят, скажем так, клиентов и волонтеров один к одному. Поэтому то, что, да, здесь, ну, такая получается молодежная интегративная среда. Волонтеры, примерно, это ровесники тех, кого они сопровождают. И, ну, тут в разной степени, да, участие. Вот сколько человек может сделать, столько он в такой степени участвует в том, что происходит. Родители говорят о том, что до 18-ти еще как-то, да, помощь оказывалась на государственном. После 18-ти уже гораздо меньше сервисов, которые поддерживают качество жизни семьи и конкретно этого молодого человека. Вот. И, собственно, какой был мой месседж вообще, зачем мы делали этот фильм? Мы делали этот фильм, чтобы у нас появилось помещение, в котором мы могли бы это делать. Потому что в центре «Чайбердогойки» он выглядит как детский сад. Там шайка в бассейне, мягкие игрушки, куклы. И ребята ходили туда всю жизнь, ведут себя там как дети. Они приходят, начинают там дурачиться, завязать шайку в бассейне, ноги им толкили. Гамак, значит, вырывается из этого, потому что он уже весит 100 кг, а он не хочет захочется на гамаке. Вот это все. Поэтому мы мечтали о помещении, которое создало бы другую, взрослую, которое можно было бы по-другому себя ощущать. И вот то самое помещение на МДНК, в котором я говорила, что основным резидентом там стала особая керамика, но мы с ними это помещение делим, и мы его делим, и два-три раза в неделю наши ребята приходят в данную именную занять. Это более тяжелые ребята. Те, кто совсем не могут без сопровождения, те, у кого сопровождаемое проживание, взяли бы в количестве 15% на 100, вот это тяжелые товарищи. И вот, ну, случилось, да, большое счастье, что у нас там и помещение организовалось. И сейчас немножко в другую сторону. И, собственно, наше сотрудничество с МДНК, с разными производствами, мы тоже пытаемся потихонечку отлаживать. В частности, у нас есть такая интересная занятость для наших ребят. Это упаковка, это приклеивание наклеек для кофейной мастерской, для большого кофейного производства, которое там есть, которое с нами соседствует. И можно посмотреть, собственно, что мы там делаем. И вот великое терпение волонтера, который не делает за человека больше, чем нужно, а ждет столько, сколько нужно для того, чтобы операция была закончена. Ну, это вот буквально начало, первый или второй раз, когда девушка учится этой деятельности. И, конечно, это прям чистая вода медитации. У нас много волонтеров. Большая часть из них — это студенты, но не только. мы работаем два выходных дня. Ура! Да, важно, что это случилось. И мы работаем два выходных дня, и работаем один будний день. Конечно, будний день проблематично с волонтерами, но это возможно. Все равно у нас где-то 4-5 волонтеров в среду тоже есть. И это огромный ресурс. И это то, на что мы очень сильно опираемся. И все общественные организации, все родительские организации, мы призываем этот ресурс не игнорировать. Очень много молодых людей хотят помогать и хотят участвовать в таких видах деятельности. И дальше, постепенно я скажу, что сопровождаем проживание. Мы тоже начинаем сейчас как-то развивать активность в связи с тем, что у нас есть уже квартиры в аренду от города на 25 лет для учебного проживания. Они вот у нас есть. В сентябре-октябре запустится эта вся конструкция. У нас уже готовы группы ребят, с которыми проводится работа, чтобы они не просто оказались там в космосе, в этом не сопровождаем проживание, а как-то были с пониманием, куда они и люди подготовились. То есть без движения слова подготовились. И родительские группы каждый месяц тоже. Вот сегодня вечером у нас вторая родительская группа с теми родителями, чьи ребята уже идут в первый вот этот вот заход. Мы будем начинать с ними тоже учиться. И как раз вот эти все сложные вопросы сепарации обсуждать, да, вопросы ответственности, разделение ответственности, вообще чего мы действительно хотим. И может быть часть родителей просто отвалится с проекта раньше, чем это было нужно. Потому что не все хотят, чтобы ребята жили отдельно. Да, но некоторые обычные, скажем так, семьи, да, тоже пытаются сохранить эту семью. Да, все, может быть кому-то нравится жить там, не знаю, и покорение вместе. Да, может быть все очень по-разному будет устроено. И мы готовы поддерживать тех, кто хотел бы сделать для своего ребенка независимое от пожелания. и не сопровождаемое, но совершенно не эгитируют в эту сторону. Ну, а эта программа «Луковица-эскалатор» это как раз вот часть ребят, которые учатся в 21-м колледже, да, которые приходят туда из ПНИ. Они начинали с того, что выходили из ПНИ в выходной день тоже к нашим волонтерам. И «Луковица», потому что они никогда не видели лук, не резали его. И когда они увидели, они его видели только в супе за свои 20-30 лет. И когда все они видели луковицу, они съели в одной сырой луковице. А эскалатор, потому что когда они пошли в Москвариум, то вместо рыбки их совершенно не интересовали. Интересовал эскалатор, на котором половина группы каталась на эскалаторе все это время, а половина группы не могла войти на эскалатор, потому что очень было страшно, они никогда не видели эту человечную машину. Это о социальном опыте человека, который живет в изоляции. Начиная от того, что ты никогда ничего для себя не делал, в смысле приготовления еды, например. И про то, что когда ты выходишь на улицу, то страшно примерно все. И непредсказуемое, непонятное. В общем, это какая-то очень удивительная жизнь. Ну так, коротко, наверное, это все про нас. Я взяла две наши брошюры про модели занятости людей с ментальным нарушением. Если кому-то важный, интересный, можно посмотреть и, наверное, взять, если прям очень надо. И, наверное, это все готовы ответить по этому вопросу. Спасибо большое. Спасибо большое. Вокусы. Поздравляем. Посвященный интерес. АПЛОДИСМЕНТЫ Теперь у нас Анна Николаевна Маркинович здесь. Да, да, да. Ваша жизнеренция есть, но, к сожалению, это было. Я верю вас за сюда. Хорошо. А вы здесь. Вас наукино. Замечательно. Я вышла. Спасибо. Добрый день, меня зовут Маркевич Анна, я являюсь мамой взрослого ребенка-аутистом, нам почти 20 лет, и все же время директором установленной некоммерческой организации, специального сайта «Доброе». Мне хотелось бы немножечко рассказать о нашем опыте, именно в том аспекте, что мало учить ребенка, подрастающего или взрослого человека, навыкам, это, безусловно, главное для взрослой жизни. Это, конечно же, нужно, но есть и еще один класс вопросов, с которым мы столкнулись, когда начали пытаться создавать на усадьбе сопровождаемое проживание. Ну, вот я как раз об этом сообщаю на этом слайде, что первый класс — это образовательные задачи, да, мы учим навыкам каким-то социально-бытовым, профессиональную подготовку пытаемся организовать, но возникает вопрос социально-психологической адаптации. Немножко сначала расскажу вам о самой организации, чтобы вы имели представление о том, что мы, как у нас, что организовано. Основная миссия, конечно, когда мы создавались, это развитие одной из форм сопровождаемого проживания. Именно для людей с тяжелыми, осложненными формами рас в условиях сельской местности. Почему именно с тяжелыми? Я тут согласна с Андреем Михайловичем, он говорил, что все-таки лучше, когда группа состоит разной нозологией, разная степень тяжести нарушений. Но мы, родители, поняли, что наших сложных детей, сложных аутистов, вряд ли возьмут, по крайней мере, у нас в регионе в какую-то другую форму сопровождаемого проживания. Пока никто не делает, но есть уже планы, мысли у других организаций, например, с БЦП, родители хотят создавать квартиры. И мы понимаем, что наши тяжелые, скорее всего, в эти квартиры не попадут, потому что сами родители будут против. Почему с моим ребенком, в общем-то, более-менее с охраной, или пусть даже с умственной отсталостью, будет находиться человек, который не дает ему покоя круглый день. Он будет кричать, орать, топать и так далее. Эти проблемы наверняка будут, мы это понимали, и поэтому решили, что все-таки к тяжелым аутистам нужно попытаться создать какое-то свое пространство. Не факт, что мы попадем в будущем в чьи-то другие проекты. Почему именно в сельской местности? Потому что мы обратили внимание, что наши тяжелые дети лучше себя чувствуют именно на природе. В среде городской я своего ребенка, пытаясь вывезти куда-то, какую-то форму занятости организовать ему, столкнулась с тем, что сначала мы не выходим из дома, у нас бой, потом мы не можем доехать, сесть в транспорт. Потом, когда мы все-таки в него, если даже сели, то мы уже приходя в то место, где нам нужно чем-то заниматься, мы уже ничего не хотим, нам уже ничего не надо, нам уже надо домой. Естественно, вопрос, как он сможет вообще в социуме, в этом мегаполисе большого существовать, стоял остро и, скорее всего, я поняла, что он будет жить в четырех стенах. Вряд ли, когда меня не будет, будет такой специалист или сопровождающий, который изо дня в день будет вот эти круги ада проходить, выходя с ним из дома, проезжая в транспорте и потом там его собирать в кучу, в той же мастерской. Скорее всего, это будет практически невозможно. Поэтому мы задумали такое место. Во-первых, на природе хорошо, это мы уже поняли. Мы создали на природе инфраструктуру, жилую. Далее, конечно же, задача из-за того, что нужно не только отдыхать или бытовыми делами заниматься, но и трудовая занятость должна быть. Сегодня мы создаем различные мастерские. Вообще, усадьбы учредила общественная родительская организация. В свое время мы делали для детей праздники, мероприятия, что-то во власти ходили, добивались для наших детей в плане образования, детских садов. Но потом поняли, что наши дети подрастают, и нам нужно открывать новое направление, которое касается именно проживания. Итак, в 2012 году мы начали долгосрочный проект «Усадьба добрая», но в 2016 году уже стали самостоятельные, юридическое лицо самостоятельное создали. Как я говорила, основная миссия, это, конечно, постоянное сопровождаемое проживание. Но мы объективно понимали, когда купили землю, что вот так вот сегодня за год-два мы ничего не сделаем. Даже если у нас будут необходимые финансы, мы не можем себе этого позволить, у нас нет законодательной базы. Ну, естественно, ждать, просто сидеть там и строить дома, было и не на что, деньги где-то надо было брать. Что-то нужно было делать. Мы решили пойти пока по другому пути, стали писать проекты, награнты, чтобы сделать базу отдыха. Для начала решили эту землю использовать под отдых хотя бы. И так постепенно у нас вырисовались вот такие вот направления, которые мы назвали общим названием семейный антикризисный центр, куда входит база отдыха и временное проживание, потому что временно, в принципе, мы в сегодняшних условиях законодательных позволить себе можем. Немножко покажу вам такой видеоряд, чтобы вы имели представление. То есть вот у нас есть сцена, на которой мы проводим мероприятие, место для костра, летняя веранда, есть беседка, на которой мы обычно собираемся летом, обед, ужин, все что угодно, спортивная площадка, мастерская растеневодства, мы это называем, тепличное небольшое хозяйство, ну, скажем так, просто территорию различными досуговыми зонами оборудовали, декоративное озеро, в общем, все, чтобы было ощущение, что это такая небольшая база отдыха, чтобы детям было чем заняться, родителям разгрузиться эмоционально. Есть у нас баня с жилой комнатой на втором этаже, самый главный пока, на сегодня большой дом около 190 квадратов, там вот набор помещений описала, спальные комнаты, в шесть комнат, в них 18 мест спальных, есть большой холл, кухня, ванна, санузел, и на первом этаже столярная мастерская. Сегодня мы ее переносим в отдельное строение будем строить, потому как, конечно, неудобно, когда мастерская прямо под живыми помещениями, плюс нам нужны дополнительные живые помещения, поэтому расширяемся потихоньку. Вот есть на сегодня первый индивидуальный жилой дом, то есть задумано так, что те, кто в будущем на постоянном проживании будут там жить, у них будут свои индивидуальные дома, в которых, если очень тяжелый человек, он будет жить один, вот это для тяжелой девочки индивидуально построили. Если, скажем, можно найти пару-тройку совместимых детей, то они будут по двое, по трое в доме жить. Всего примерно 5-6 домов на территории комфортного места, плюс будут мастерские и общий жилой дом для базы отдыха и для программы временного проживания. Это я пролистаю, то мы строили, когда, так как времени выяснилось, что нас мало, не буду на этом останавливаться. Скажу только, что делали все с семьи. Дети непосредственно в этом участвовали. То есть, казалось бы, сложный ребенок в квартире, которого вообще собрать невозможно, когда мы выехали на участок, где нет никаких удобств, он вдруг начал активно целый день помогать, таскать, что-то пилить. Для нас это было даже удивлением. Обязательно мы познакомились с жителями, потому что нам нужно было, чтобы понимали, кто мы, что мы, чтобы не было какого-то негатива. Мы их пригласили на открытие. И на сегодняшний день наша площадка в этом поселке это самое интересное место. У них гулять, детям негде играть. И поэтому сейчас они создают для нас инклюзивную среду такую, приходя к нам на праздники, мероприятия, и даже просто, не беспросто, приходят на территорию, качаются, играют. И вроде как дети не навязчиво, а посредственно вот так вот включаются в инклюзивное взаимодействие с нашими. Вот теперь подробнее на семейном антикризисном центре. Его задачи какие? Первое, мы хотели создать, конечно, реабилитационные условия для семей. Круглогодичная база отдыха, семья может приехать, отдыхать. Праздничные, досуговые мероприятия, спортивные различные. Но это уже массовые. Если на базе отдыха там 5-6 семей, то здесь до 100 человек у нас приезжает на праздники. Вторая задача, это, конечно, социальная адаптация подростков и молодых людей. То есть есть мастерские, где мы организуем занятость. И элементарная социально-бытовая ориентация кучим бытовым вещам, обслуживая себя. И задача, конечно, остро стояла в том, что вот если мама одна, бывает не с кем оставить элементарно, сходить полечиться или даже просто восполнить физически-эмоциональные ресурсы. Поэтому мы сделали временное проживание. Программа передышка. Она у нас работает от 1 до 15 дней. Можно остаться там. На период какой-то сложной жизненной ситуации. Ну вот работа базы отдыха. Кратенько. Состав семьи мы не ограничиваем. То есть можно приехать с родственниками из группы 5-го колена. Главное заранее предупредить. Периодичность тоже не ограничиваем. Если есть место, всегда хоть 5 раз в год, хоть 10. Одновременно может отдыхать 5-7 зимой, 7 летом. Это 15-20 человек в среднем. Ну, конечно, обязательно организация занятости, социально-бытовой деятельности и досуга. Это обязательно, даже если речь идет о базе отдыха. То есть пока родители отдыхают, мы ребенка все равно постепенно, потихоньку включаем в какую-то занятость. Ну вот фото с нашей базы отдыха с работой. Вот как раз наши ластовые обеды. Шашлыки жарим, отдыхаем. Для наших родителей это важно, потому что бывает, что многие замкнуты дома, в своем кругу. Элементарно даже вот такие житейские обычные радости, они нам недоступны. Мы не можем себе позволить выехать на природу, на шашлыки, как все люди. Масленица, горка всегда делается. То есть круглогодично, какой бы мороз ни был, все условия есть. Вот пример спортивного мероприятия. Кроме того, несмотря на то, что есть комфортные жилые помещения, летом мы обязательно пробуем детей приобщать к туристическому буту такому. Им это очень нравится. Вот праздничные мероприятия. Мы приглашаем коллективы, они для вас выступают. Теперь программа «Передышка». Как я сказала, от 1 до 15 дней. В этом году мы выиграли президентский грант на эту программу. Мы ее уже пробовали включать, но это, конечно, финансово затратно. Сопровождение стоит денег. И благодаря президентскому гранту мы сейчас на год ее уже более масштабно внедряем. Возрастные ограничения у нас от 6 до 14 лет мы берем в сопровождении какого-нибудь родственника. Может быть, маме надо в больницу лечь, а бабушка или папа одни дома не готовы с ним быть, а, скажем, на территорию встать бы могут. Ну и с 14 лет мы берем уже без сопровождения родственников, с нашим сопровождением. Периодичность также никак не ограничиваем, но пытаемся какую-то очередность соблюдать. Форматы срочные и плановые. То есть срочные – это когда внезапно случилась какая-то экстренная ситуация, и нужно человека взять. Плановые – это когда родители специально в течение года планируют время, когда им нужно куда-то съездить или просто дома отдохнуть. Они заранее себе выбирают время, и мы уже их ставим в план. Конечно, основным условием является это прохождение адаптационного периода. Мы не можем взять ребенка, которого мы не знаем. Это нереально. Особенно если какая-то сложная ситуация, его экстренно к нам привозят, и мы его первый раз видим, он нас первый раз видит. Естественно, он сначала хотя бы до этого должен был на базе отдыха с родителями бывать у нас периодически. Ну и, конечно, тут тоже обязательно организация занятости. Вот эта вот занятость, социально-путовая деятельность и доступ, это вот такая красная нить, которая сопровождает все направления деятельности. Неважно, приехали мы отдыхать, приехали мы на передышку – это тут главные условия. Вот пример программы «Передышка», когда ребята остаются одними. Мы учимся вот так же, как у всех, да, все, общий принцип, подход, мы учимся себя обслуживать в депуту. Но у нас проблема в том, что очень тяжелые дети, и многие из них даже не подходили к ножу своей жизни, когда их там 20 и больше лет. Конечно, аутист, аутисту рознь. Есть аутисты, которые, наоборот, интересы спутят, потому что бы что-то сделать, самому приготовить. А у нас много таких, которых вообще вытащить, даже просто из своего пространства невозможно. Они в своих мыслях где-то, как бы его посадить за стол, надо с ним еще договориться, чтобы он сел за стол, даже просто покушать. Бывает и так. Какие-то на улице дела, в чем хороша природа, то, что на улице есть всегда масса дел, что-то покрасить, что-то поднести. Для них это расширение жизненного пространства. Многие из них не уходили из квартиры. Я сейчас говорю о взрослых. Потому что новое поколение, скажем так, аутистов, уже что-то есть. Уже родители понимают, что не могут куда-то пойти, в какие-то центры. А вот то поколение, которым уже за 18, они выросли в то время, когда не было ничего, когда никуда их не брали. Поэтому я говорю, для них выйти даже за пределы квартиры, вот что-то там во дворе подделать, это уже такое существенное расширение жизненного пространства. Трудовая занятость у нас есть на сегодня. Столярная мастерская, кружок выжигания. Мы вот по опыту Пскова начали делать игрушки пазлообъемные. Идея понравилась, потому что, во-первых, там много операций, которые можно привлечь, ну, в зависимости от сложности ребенка. А во-вторых, это продукт, который можно использовать для наших же аутистов. Где-то в городе, в реабилитационных центрах хорошо берут эти игрушки. Да и просто развивающие игрушки берут для обычных детей. То есть удобный такой вариант делать как раз-таки пазл этим. Вот выжигание. Выжигание нам понравилось тем, что, конечно, моторика, но плюс дети боятся горячего вот этого предмета. И вот как они перебарывают свой страх, это очень важно бывает. И поэтому, переборов себя в выжигании, бываешь, они потом и за ножик берутся, наконец, кто боится. То есть интересная такая форма занятости. Ну, вот для примера наши изделия для выпадления интерьера и игрушки. Зеленая мастерская, мы ее так называем, хотя это просто теплица, но это тоже мы понимаем как мастерская. Потому что там также много операций, плюс это такая, я считаю, самая универсальная мастерская для тяжелых детей. Если они не могут, вот многие из этих, там, скажем, с керамикой, с столярным, заниматься какими-то вещами, то полить может даже самым тяжелым, как правило. И как-то они лучше идут на это. Поэтому особой популярностью пользуется как раз-таки растеневодство. Ну, плюс мы растеневодство немножко расширили, решили делать массу клуб на территории, чтобы можно было только в теплицах заниматься этим, ну, и где-то по территории. Вот, теперь мы дошли до самого главного, о чем я хотела и сообщить в своем выступлении, что задача социально-психологической адаптации, какие перед нами стоят. Я выделила три основных, как я считаю. Это установление доверия с сопровождающими, разрыв гипертрофированной связи, потому что, ну, аутисты, конечно, отличаются в такой симбиотичной связи прямо с родителем, и родители в ответ отвечают тем же. И адаптация, конечно, к месту проживания. Безусловно, все вот эти три пункта, они важны для всех, наверное, на зоологии тут неважно, но аутисты особо остро и тяжело вот эти вот три пункта проходят. И чем тяжелее у него поведенческие нарушения, тем бывает сложнее вот это преодолеть. И у нас, получается, на усадьбе сложилось так. Сначала невольно, мы это не планировали, но очень удачно вот эта вот система, структура из базы отдыха, потом передышки и далее постоянное проживание. Получается, вот я покажу на табличке, пока семейная база отдыха действует, ребенок в первую очередь адаптируется к месту проживания. Ну, это как последовательно, ему это не сложно, родители рядом, его ничто не напрягает. Он привыкает к месту постепенно, но он условием, не городских условий, особенно, кто никогда не был. Во вторую очередь он знакомится с нами, с теми, кто там работает, сопровождающим, привыкает к ним, мы узнаем ребенка, его особенности. Опять же, все это ненавязчиво. Не тогда, когда мы приходим в кабинет к специалисту, ребенок зачастую не покажет себя полностью, как он есть. А когда это происходит в естественных, в бытовых условиях, он живет, он ночует, родители рядом. Он видит специалист, как он с родителями взаимодействует вживую. И в то же время ребенок себя показывает со всех сторон. Последние слова буквально. В программе «Передышка» в первую очередь мы, конечно, преследуем цель это разорвать вот эти гиперсвязи. Во вторую очередь мы продолжаем, мы продолжаем узнавать ребенка, ребенок нас привыкать. Ну и продолжается адаптация к месту проживания. Учебно-тренировочное, я назвала здесь его направление, оно отдельно как бы не существует, но оно включено, вот все остальные. Мы за это время преследуем, как бы выполняем задачи предпрофессиональной подготовки, мы узнаем интересы ребенка за это время, чтобы когда нужно постоянно проживание поступить, мы уже знали, что конкретно этот ребенок может, любит и умеет. Ну вот основной, я вам скажу такой пример, что большинство не хочет, да, вы правильно говорили, что родители не хотят отпускать, и дети не хотят отпускать. Когда мы приходим на базу отдыха или на проживание, 20-летние дети устраивают истерику, дети, я говорю, по привычке. То есть они истерят, мама, мама, где мама, сколько мама с глаз скрылась, как его можно взять даже в тренировочное проживание, невозможно. Так же и мамы не отпускают, у нас сегодня есть квартира тренировочная, мама отказывается, нет, подождите, я посмотрю, как вы там поработаете на этой квартире, я очень боюсь ее отпускать. Все, и мы не можем так же набрать группу, только потому, что родители боятся. Поэтому я говорю, что вот эта усадьба, она получилась такой удобной средой, где родители учатся отпускать немножечко детей, но не сразу проживание, а дети учатся быть без родителей. Спасибо. А у вас есть таблица 2, 1, 3, это что? Таблички, цифры, это я по степени важности градировала. То есть на первом месте, например, это приемтание к месту, во втором месте к сопровождающим. А скажите, юридическая сторона, как обращается, у вас там неспособны ли это, а не неспособны ли это? У нас там есть те, кто и не дорослищут, до вопроса дееспособности, то есть дети взрослые, неважно. Не дееспособны, и дееспособны, тут как бы не принципиально. У нас есть такие тяжелые, которые дееспособны, просто потому, что родители не хотят. Пока лежат. Юридически это пока идут, все очень сложно. То есть формально, пока есть родители, мы все это делаем. Но если завтра кого-то из родителей не станет, мы не сможем ребенка спровождать и оставить. Понятно. Поэтому как раз надо решать. А формально это как отдых? То есть доверенность какая-то? На отдых родители с нами. Тут ничего не нужно. А на передышку у нас есть просто договор, мы там все описываем. Мы автономно-некоммерческая, к нам никто особо в этом плане в тензии не имеет. Нужно бюджетная организация. Анна Николаевна, да? Угу. Скажите, пожалуйста, именно финансовый вопрос, как вы финансировали вас, осуществляете через кого-то? Что вы начали вообще устроить дома? Изначально деньги родители, землю покупали сами родителям, свои деньги, несколько семей скидывались, строили, частично также родители складывались, а частично это гранты. То есть два источника по большому счету, гранты и деньги родители. Вы гранты идете за работу? Ну да, мы пишем. Участвовали все вы сами, да? Мамы там? Полностью делают все родители. Они пишут гранты, они пишут отчетность, ну, нанимают специалистов, когда есть. Сколько километров подпуск наезд? 30 километров. Ну, то есть транспортная доступность есть. Транспортная доступность есть. Да, там все рядом. А сейчас, ну, что делать? Сейчас как дело существует? Вот только на субсидии, это же тоже не гарантия. Да, конечно, и гарантия, но субсидии и гранты только существуют. То есть все совершенно для родителей, для детей, это все совершенно бесплатно? На сегодня мы с родителями договорились, так, гранты есть не всегда, поэтому мы собираем деньги только на оплату коммунальных услуг. Но это копейки, родителям пока не тяжело. То есть это как платные ваши специалисты оплачивают? Специалистов оплачиваем только, когда есть деньги по гранту. У нас родители многие являются специалистами, они просто работают бесплатно, когда нет на этот день. Ну, потому что как-то нужно, не бросишь же то, что начало. То есть вы, получается, сами работаете? Да, мы сами, родители, работаем бесплатно, если нет гранта. Если есть, то бывает и сами за гранты, и бывает по стране нанимаем. Спасибо. Очень интересно. Спасибо большое. Анна Николаевна, Египта, Канна Александровна. Здесь, в этом году, по-моему, у вас есть? У нас нет. Продолжение следует. Здравствуйте. Меня зовут Яна Иванова. Я директор социальных программ юрейской организации Санкт-Петербургской АДАИЛО. Мы называемся. В общем, довольно многие нас знают. Мы общественная организация, местная. Никто нас не открывал. И работаем с... И работаем с особыми детьми и взрослыми. Мы занимаемся детьми уже 20 лет. И взрослыми 15 лет. Что касается взрослых, на сегодняшний день у нас есть дневной центр, рабочий участок защищённый, театр и дискуссионный клуб. Что касается детей, у нас программа инклюзии. Один детский сад, детский центр, в котором 30% детей это дети с особенностями развития. И где-то 70% этих детей это дети с аутистическим спектром и поведенческими нарушениями. Кроме этого, где-то 40-50 детей. Дети, которые приходят на отдельные виды группы дроби. Но всё, что мы делаем, лучше всё, что мы делаем, всё мы делаем в фокусе включения и нормализации жизни. То есть, все индивидуальные занятия, индивидуальные терапии, которые у нас идут, они все идут с точки зрения включения ребёнка в среду сверстников. И, может быть, немножечко это не наша секция, потому что, когда я увидела вот эти слова подготовки к самостоятельной жизни, это очень-очень острая тема. И мы немножко съедем от взрослых к детям, потому что подготовка к самостоятельной взрослой жизни начинается рано в детстве, при первых расставаниях с родителями. Здесь другие выступающие уже много говорили о родителях. И это основа основ. Если мы хотим получить самостоятельного взрослого, то мы начать должны очень-очень и очень рано. И вот об этом хочется поговорить. Ещё сделаю такое отступление, что все эти процессы очень мало отличаются от тех процессов, которые происходят с обычными детьми. И с обычными взрослыми куча родителей не так легко отпускают своих детей. Мы прекрасно знаем взрослых, которые живут с мамой. Но когда речь идёт об особом ребёнке и об особом взрослом, всё очень-очень сильно усложняется и затрудняется. И больше этих привок, и больше сложностей, и больше требуются технологии, я бы сказала, для того, чтобы пройти все эти этапы. Разница. Когда речь идёт об особом взрослых. Разница между родителями детей и родителями взрослых только в возрасте родителей. И тоже мы с вами знаем, что возраст не молодой, не самая лучшая вещь для гибкости и для того, чтобы делать какие-то новые вещи. И ещё скажу такую непростую вещь. Сейчас мы не занимаемся трудоустройством на открытом рынке, но мы этим занимались лет, наверное, 8 назад. Мы устроили всех, кто на тот момент был готов, и прекратили, потому что очень дорого. Просто очень дорого оплачивать зарплату и сопровождение. Сейчас у нас довольно много государственных денег в том, что мы делаем, грантов, субсидий. Вот сейчас выяснилось, что и президентский грант мы получили. Но, тем не менее, в основном это частные доноры, и мы каждый год должны себе бюджет собрать. Никто за нас не отвечал. И я не могу забыть, в самом начале я, как основоположник, ходила вместе со специалисткой, которая должна была этим заниматься. И у меня было несколько сильных впечатлений. И одно из них, что когда мы приходили в те места, для которых наши ребята оказались готовыми, мы видели там, на рабочих местах, работающими точно таких же людей. Только их не так воспитывали в детстве, не так пасли, не так о них заботились и не могли себе этого позволить. Мы видели их уже работающими, без всякого сопровождения, без всякой заботы. И, простите, многие без всякой оформленной инвалидности, без всякой поддержки. И прекрасно они устраивались. И было видно сразу, кто это. Еще один момент, опять же, связанный с родителями и взрослыми, хочу сказать, это то, что иногда, если этот взрослый, с которым мы работаем, мы начинали с молодыми, 18-летними, но они, простите, уже совсем не ровесники тех волонтеров, которые к ним приходят и готовы приходить. Если это были еще молодые ребята, и с родителями что-то случалось, то у ребят был прорыв, что-то случалось, я имею в виду, что там были варианты, зрение мама потеряла. И прекрасно, все, что не было освоено за 18 лет, все было освоено за несколько месяцев. Поэтому очень важно все, что связано с родителями. То, с чего я начала, это... Нет, знаете, еще одну вещь скажу про взрослых, и дальше уже... Я видела несколько ваших презентаций сейчас. И то, что вы говорили о сопровождении на рабочем месте, об обучении на рабочем месте. Нам кажется очень важным, и мы продолжаем их делать, хотя не трудоустраиваем, есть только наш рабочий участок внутренний. Мы продолжаем делать тренинги общих рабочих навыков. И это та же самая вещь, которая связана с самостоятельным проживанием. И это самое важное. Не так сложно научить рабочие операции, даже когда это требует такого терпения, которое мы здесь видели у волонтера. Тем не менее, рабочая операция – это одно, а другое – это приходить вовремя, предупредить, если я заболел, или если что-то случилось. Когда, чем себя занять в перерыве, когда нужно сходить в туалет. Еще очень важная вещь, вот вы говорили о психологической совместимости. Когда люди проживают вместе, это очень-очень важно, и то это не всегда возможно. Но когда человек приходит на рабочее место, а наши подопечные – это люди обычно с голодом в общении. Им всегда нужно общаться, даже люди с аутистическим спектром. Очень важно мочь работать рядом с тем, кто тебе не близок и не приятен. И это иногда требует особой тренировки. Личные отношения оставить за бортом. И опять хочется сказать о том, что нет такой большой разницы в том, что нужно делать с особыми людьми. И с людьми обычными. Каждый из вас, у кого есть сотрудники, знает, что вы. И обычные люди, да, не опаздывают на работу. То есть цена вопроса несколько другая, когда касается человека с особенностями. Если открытый рынок, если это какое-то сообщество, то если он еще и это не делает, его и так не очень хотят там видеть. Второй момент – это как раз с точки зрения социализации. Он находится, например, в защищенном месте. Вы стали государственными. Может быть, это дает больше стабильности в будущем. Но жизнь в принципе нет гарантии, она нестабильна. И если мы у себя потакаем таким вещам, то мы можем оказаться в ситуации, этот человек может резко оказаться в ситуации, в которой он окажется не в таком защищенном месте. Конечно, мы не родители. И тем не менее, ситуации очень сильной привязанности сопровождающих и с детьми, и со взрослыми. Для того, что сопровождающие очень много берут на себя, да, вот этот минимум помощи волшебной эволюкаторы, про волонтера, которая дождалась, пока девушка сделала сама. Но вы понимаете, что это очень нечасто. И даже прекрасная подготовка, мы занимаемся у себя подготовкой сопровождающих, не дает гарантии, когда люди очень тесно связаны. Итак, вернемся к тому, что кажется нам важным в подготовке. Начинается с первых расставаний. Имеет все те же стадии, что у обычных людей. Очень завязано на родителей. А за что завязаны родители? Родители завязаны за стадии принятия проблемы. И если родители не прошли свои стадии, то наше дело, мы считаем, помогать родителям их пройти. Не игнорировать то, что они до сих пор игнорируют, и идти дальше, дальше и дальше. Иногда можно только с родителями работать, и ты придешь к результатам с ребенком. Я сейчас говорю про детей, которые дети, но ни один выступающий здесь называл детей, ни этих взрослых. Это тоже о многом говорит. Особенно остановиться, что эта подготовка не только то, что мы видели тренировочные квартиры или поддерживаемое проживание. Вся подготовка требует использования специальных технологий для того, чтобы наши ребята с особенностями понимали, где, что и как. И мы немножко потом подробнее расскажем, как мы это делаем. Подпирает. И тогда, наверное, скажу, ну, наверное, два момента скажу, но раз времени нет, которые кажутся простыми, и при этом достижениями, и сложными в осуществлении. Некоторые прорывы в самостоятельности даже у нас до сих пор не получаются без всяких, без некоторого, я бы сказала, мошенничества. Например, мы готовим сопровождающих, и мы сопровождаем случаи в детских садах и школах. Я уже говорила, что мы работаем с инклюзией, не только делаем ее у себя, но стремимся, чтобы дети находились, и взрослые находились в обычной среде. И, в общем, основное достижение, что у нас получается это делать и привлекать обычных людей, семьи к этому. И много сейчас говорится о сопровождающих, тьютеров, мы занимаемся, мы пишем, делаем программу, как уменьшить участие тьютера в том, что делается. Как, например, в классе этот сопровождающий, речь идет не о ресурсном, а о обычном классе, как этот сопровождающий будет выдвигаться дальше и дальше. В некоторых местах мы видим, что сопровождение можно вообще убрать. И никогда ни учреждения, ни родители никогда на это не готовы. Но если ты не сделаешь этот шаг, то ребенок не сделает свой следующий шаг, или взрослый. И, в общем, такое маленькое ноу-хау мы часто придумываем, что случилось какое-то обучение. И вот этот сопровождающий, его не будет три дня. И через эти три дня уже ни один случай учитель, родители говорят, слушайте, а нормально получилось? Нормально. Но все это при этом базируется на использовании технологий, визуальных и так далее, которые помогают ребенку справляться и продолжать справляться. Да, и второе ноу-хау, кроме вот такого маленького мошенничества, это пауза. Есть такое волшебное средство, как пауза, прежде чем сказать, сделать, помочь, взять паузу. Это очень просто звучит, это очень трудно делать специалистам, еще труднее делать родителям, но это есть та волшебная палочка и то время, в которое мы узнаем, а что, собственно, этот человек готов, хочет и может делать сам. Спасибо большое. Юрий, вы приехали из Волтогории, это организация «Яблочко Москва». Есть презентация, да? Есть презентация, не знаю, говорить сюда чем-нибудь или нет. Здравствуйте. Меня зовут Волтогория Елена Юрьевна. Я, во-первых, мама 22-х почти уже летнего ребенка с нарушением психического развития и в течение 10 лет руководитель организации общественной, которая занимается оказанием услуг нашим детям. Поскольку тема сопровождаемого проживания и здесь был запрос о работе с семьями, много говорили до этого все правильно ораторы, не хотелось бы повторяться, просто хочу понять, для кого я говорю. Вот много ли родителей, просто вот родители, которые не занимаются оказанием услуг профессионально, просто родители. Есть такие? Один. Поэтому, ну, собственно говоря, больше, может быть, я могу говорить о родителях, да, и для родителей, потому что я с ними работаю, да, и работаю с этими детьми, но не как профессионал, скорее, как родитель, потому что у меня там дефицитологического образования, педагогического, просто вот по жизни уже так случилось. Тогда немножко так вот коротко перефразирую то, что хотела сказать. Смысл, конечно, в том, что часто вот гиперопилка, да, является тормозящим моментом для освоения навыков самообслуживания. И, наверное, если хочется довести мысль именно для специалистов, да, которые работают с родителями, чтобы они как-то пытались эту гиперопилку уменьшать. Скорее всего, это будет связано с тем, чтобы показать, насколько этот ребенок действительно может что-то сделать, да, и может научиться. Родители, к сожалению, часто не верят в том, что что-то могут сделать наши дети, поэтому они даже там не допускают саму мысль о том, что он может взять нож и что-то порезать. Скорее, это связано там со страхами родителей, и когда мы работаем в своей организации по обучению самостоятельных таких бытовых навыков, да, мы отстраняем родителей, говорим, что мы сейчас все научим, родители кричат, боже мой, как он будет здесь у вас есть, он подавится и умрет. Я говорю, почему он не давится у вас дома и не умирает, почему он у нас это должен сделать? Ну, потому что вы его как-то сейчас неправильно накормите, и вообще все неправильно тут сделаете. Это первый момент. Мы, значит, должны заверить, что все хорошо, не волнуйтесь, тут вообще наши дети, мой ребенок тоже, и поэтому ничего страшного не случится. Второй момент, когда родители боятся вообще отдавать какие-то предметы кухонные, да, там у нас это в рамках центра дневного пребывания происходит, нож, да, там он никогда ничего не режет, потому что вообще он порежется, ножей боится. Потом ты понимаешь, что просто родитель боится сам этих ножей, да, поэтому он переносит этот страх на ребенка. Мы говорим, хорошо, мы там этот нож, мы не будем давать ребенку вашему нож, мы заменим что-то другое, вот пусть он режет яйца яйцерезкой. Ну и как бы родители со спокойной душой оставляют, что нож не вручат ребенку. Мы действительно, да, допустим, даем там яйцерезку, и если, конечно, видеть, с каким наслаждением ребенок это делает, опускает эту штучку, и яйца оказываются разрезанными, то, в общем, понимаешь, что он получает полное удовлетворение от жизни в данный момент. Вот. Конечно, мы подбираем какие-то вещи, которые, ну, и может сделать ребенок, и в то же время это можно было бы перенести, ну, как бы дома, да, поэтому, как бы мы говорим, вот все-таки научился вот резать яйца, там, да, яйцерезки, и давайте вот вы тоже будете дома это делать. Начинается куча причин, да, почему это делать нельзя, потому что там некогда, мы торопимся, это, конечно, яйцерезка где-то валяется далеко, вот, и там попытки, ну, достаньте же вы эту яйцерезку, ну, пусть же он все-таки делает, вот, какие-то еще находятся куча причин. Поэтому, конечно, ну, чем раньше мы начинаем этим заниматься, тем лучше, потому что потом идет стагнация, это система, да, этого взаимодействия, когда он взрослый ребенок, его, даже не его трудно научить, а трудно переучить родителей, там, воспринимать его по-другому. Поэтому, вот, наверное, просьба для специалистов, которые работают с родителями, это все-таки помочь им увидеть то, что дети могут делать сами. Приведу еще один такой пример, который, ну, как бы показательный, да, у нас есть девочка, которая там 26 лет, она не такой тяжелый, да, по ограничению, она просто глухая, у нее олигофрения, но при этом она достаточно такая продуктивная, да, что-то может хорошо делать руками, лучше все грежет, моет, там, всегда позитивная, вот, и при этом мама ее всегда моет. Я говорю, зачем ты ее моешь, она может сама прекрасно научиться мыться, только вот надо же, как бы, это ждать, она же там, ну, соображает хорошо. Ну, как же вдруг она будет мыться холодной водой, и она заболеет, я говорю, не волнуйся, вот, холодную воду она себе не включит, и не включит этот душ на себя, потому что она почувствует, что ей холодно. И когда маму свалил к паралич, и она лежала там вот так вот, и не могла подняться, она мне сказала, ты представляешь, она же пошла и помылась сама. И слава богу, маме надо было заболеть, чтобы понять, что ребенок может помыться сам. Это я к тому, что действительно, там, дети научаются наши, да, и что-то мы делаем в рамках своей дневной деятельности, не всегда родители это переносят на дом, кто-то проходит через какие-то болезни, понимает, что может, да, кто-то каким-то другим способом. Ну, тем не менее, наверное, вот здесь вот эта вот работа с родителями, чем раньше, тем лучше, и, наверное, нахождение каких-то позитивных все время качеств, да, что он может это сделать, посмотреть, где он научился, показать, что, ну, он действительно способен научиться, и уж тем более самообслуживать себя, что, в общем, в первую очередь надо, конечно, сделать. По поводу сопровождаемого проживания, ну, хочу сказать просто, там, не знаю, регионы, здесь Москва, что департамент труда, социальной защиты совместно с Московской ассоциацией родителей детей-инвалидов выделил большое помещение для учебных квартир, где предполагается учебная квартира для семейных, для сирот и, как гостиница, да, вот, кризисные ситуации. Поэтому мы надеемся, что при поддержке города этот проект осуществится, будет долговременным, вот, и будем приглашать родителей для участия, ну, детей, соответственно, в этом проекте. Спасибо большое. Хорошая новость в Москве. Да, хорошая новость в Москве. В Москве немножечко-немножечко стал... Ну, мы старались, говорили, что в Пскове есть, во Владимире есть, в Неземном Горе есть. Уже давайте, уже пора, как бы, да, поэтому, конечно, вот, надеемся, что Псков нам поможет, как всегда методически все это сделать. Ну, Пскову скоро будет некогда заниматься своей квартирой, все. Так, спасибо большое. И у нас Крубикова Елена. Спасибо. 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 Яку Rowн Кунули. с порождением детей только до 18 лет, а старше остаются только на дому. У нас дети с ОВЗ после школы могут опущаться в колледжах, но в колледже играют только тех детей, у которых хорошо развивается коммуникативная функция. Дети сразу, как правило, страдают от коммуникативной функции, и они остаются дома. И больше никаких навыков им не прививают. Вот цель клуба. Доседание проходит один-два раза в месяц, но планируем много. Также мы поставляем по заявкам родителей. У нас родители привозят детей в школу на обучение. Утром они приводят детей и после урока забирают. Дети раз требуют сопровождения, и родители на переменах сопровождают детей по классам, по кабинетам. А во время урока они сидят в коридоре. Мы решили собирать родителей и не только показывать, чем занимаются их дети, но и взаимодействовать вместе с ними, проводить те же занятия, что и проводят учителя с родителями. У нас занятия будут и тренинги, и консультации, и совместные занятия. Мы на тренингах учим родителей самотераписимое поведение детей. Они также вместе общаются и помогают не только морально друг другу. У нас есть благотворительный фонд, мы потом покажем. Они и материально помогают друг другу, совместные праздники проводят. Мы пробуем вместе заниматься один из кусочков двигательной активности. Приглашаем родителей и показываем комплексы, которые проводить можно и только в школе, но и дома. У нас есть основная группа. Это у нас председатель Ирина Ивановна Новикова, а также у нас сотрудники. Вот я логопедина Ивановна Новикова, и дефектолог, также работают преподаватели по двигательному развитию и так далее. Занятия сенсорной помнятой детьми. И не только с детьми, но также психологическая разгрузка и родителей происходит. Выездные занятия клуба самые любимые. То есть проводят не только совместные мероприятия в школе, а выезжают за город. У нас идет финансирование муниципальных органов этих поездок и встреч, участия. Я хотела рассказать, что у нас есть Щелковская общественная организация «Инвалиды, дети, солнце и дождя», где общаются родители между собой. Они приходят, как правило, за помощью психологической органической в нашу школу. Хотя они дети сохранные. Вот на первом кадре вы видели мальчика. Это сохранные. Ребенок с рас сохранные. Но так как трудности со специалистами, которые умеют работать с детьми с рас, у нас в районе, мы работаем и с сохранными, и с детьми с цирктуальными нарушениями. У нас есть интересный ролик, но времени нет показать. Ребенок с рас обучается по инклюзии в школе общеобразовательной. И восприятие учителя этого ребенка, и ребенка учителя. Ребенок отказывается работать, заниматься, отвернулся от педагога и говорит, «Боже, не хочу, не хочу». На что учить это? Монотонная вещь. Материал. Ребенку рассказывать. Рассказывать. Педагог не знает, как подойти к этому ребенку и не хочет знать. Вот тут, конечно, у нас большая проблема недостаток кадров, обученных кадров, которые могут работать с детьми раз. и то, что образовательная деятельность у нас после школы заканчивается только на школе. Конечно, было бы хорошо, чтобы проекта приняла какие-то законодательные акты о том, чтобы дети могли обучаться далее. «Спасибо». Может, вопрос? Скажите, а можно телефончики для родителей, чтобы они, вот организация родителей, могли продолжать дальше? в смысле, дети из такого, как у вас. Как начинать, что делать, на томом, как все. образовательная деятельность. У нас какие-то результаты. Потому что, в смысле, что вы заканчиваете только на школе, если она потеряется полученную школу. Очень важно, потому что... Психологическая помощь, конечно, им очень нужна. И психологическая, и даже душевная. Очень хорошо, что вы начали такую работу с родителями. Вы знаете, пришла мамочка, но ее ребенок пришел в этот класс, и попросили, упрашивали вы саномного обучения в класс. И когда мы первый раз пригласили ее на курт, давайте мы пообщаемся. Вы знаете, нет, вы что, не входит в случае? Я говорю, не переживай. Мы не думаем, это неудобный вопрос. Когда хотите, будете общаться, не будете. И когда посмотрели, что она не одна такая, что вокруг есть родители, а я говорю, да вы что, давайте вместе и ездим. Она говорит, да, конечно, да, надо выезжать в туру, когда... если вам что надо, телефоны какие-то все... Вы знаете, когда мы ее приглашаем во следующие разы, а вообще спит, конечно, конечно, уже этой должности нет. Когда раньше жалуются, что приходит в магазин и хочет выйти, потому что ребенок не воспитан, это уже какая-то забавочка такая, но дети не особенные. Если они ведут себе недоклад, но общество не хочет принимать. Поэтому пользу, это оказывают специалисты. И предложение, конечно, какое-то суть... Он знает, он знает, как он может сделать для вас вывести надолго на обучение в классе. А принимать на консилиюне, решение, что его... Если родители не хотят. Вы знаете, это тоже как убедить. Вы знаете, бывает очень разная... очень любят общаться с детьми, у него с отрасльного детства. Это право родителей. Родители не хотят его возить просто в школу. И динамика развития в социуме намного больше. И я бы результаты дают. Мы переводим даже с второго уровня на первый уровень. Вариант. Спасибо большое. Взаимодействие организации образовательной и работе в школе. С родителями. Конечно, не в какой-то облачении. Если оно получается, если есть, инициативная администрация. У нас родители инициативные больше. Это всегда. У нас есть еще 10 минут, и мы хотели сделать два стола сообщения. А, нет. Я бы вопрос еще раз задал. Вопросы? Давайте. Батер Аминь, наверное, вам стоит 10 минут, потому что они сейчас включены. Не все. Еще я хотел запросить это вопрос и для вас, и для вас, и для всех, кто говорил об опыте учебного и самостоятельного проживания. Многие ребята с аутистическими расстройствами разбираются во всяких технических гаджетах лучше, чем так называемые здоровые, и невероятно этим увлекаются. И гумируется ли вас пребывание в интернете является предметом регламентации. Или это доступ, и каждый, кто хочет, может погружаться в свое любимое, и это нелегументация. Примерно. у нас в основном находятся, конечно, люди, у которых расстройство аутистического аспекта имеется еще вместе с интеллектуальным институтом. И очень немногие увлекаются интернет-ресурсом. Есть тем не менее такое, поскольку сопровождаемое пожелание достаточно, так сказать, структурирован день, и там не получается надолго зависнуть в интернете, потому что есть разные другие дела, есть разные другие мероприятия, и даже если у кого-то зависание наблюдается дома, то условия сопровождаемого проживания уже не угодны. По поводу книги, которую Вы упомянули, да, если кто-то хочет начинать учебное проживание, вам кажется, что это могло немного помочь. Она свободно находится и на сайте Центра Лечебной Педагогики, и организации Я и Ты, можно ее просто в команде ПДР скачать, там есть примеры помощи документов, графику, описание и так далее. Она называется «Местик» «Самостоятельная жизнь». Сайт «Центр Человек-доровый» вы найдете, там в разделе «Сопровождаемое проживание». Если напечатан вноситель, если совершил, сейчас нет, бумажный. заканчивается пилотный проект сопровождаемый проживанием, который происходил пока еще при поддержке «Можно-детей» на просе окружающей ситуации, он происходит в двух регионах, Росковская и Нижезародская области, и по результатам этого проекта также будет выпущено несколько печатных изданий, в том числе сборник разных документов, которые необходимы и возможность помочь при создании как постоянного, как и учебного поживания. Кроме того, есть материалы, которые описывают различные практики, модели, сопровождаемые обслуживания, которые имеются в Российской Федерации, по крайней мере, генка, который уже несколько лет работает. Надеюсь, что это тоже как-то поможет тем, кто занимается этой темой и будет работать дальше. Вопросы? А вот такой вопрос о специалистах. Вы как-то готовите сами, или у вас какая-то база? Не любой же, вот я захочу и пойду я сейчас работать на совместное прошивание. Пока что мы готовим сами, если мы говорим о собраниях учебных поживаниях. Разработана программа подготовки, программа семинаров по подготовке тех работников, которые будут в этом направлении дальше в трудовые деятельности. И сейчас с фондом как раз по итогам проекта мы разработали еще и программу стажировочного для других регионов и практически мы давно уже принимаем стажировку, вместо тех, кто хочет познакомиться с 40-х и узнать до 12-й. сейчас разработали программу пятидневную включается 48-часовую и будем желающих принимать теоретическую и стажировочную часть практическую для того, чтобы передавать опыт возможно получится задавать какой-то документ пока еще после решения. Как курсы повышения квалификации, да, переподготовка? 48-часов это как курсы повышения квалификации, если у нас получится договориться с университетом. Непосредственно у нас просто лицензии на профессиональное образование нет, но есть университета и через университет мы попытаемся этот вопрос решить. Но она по-настоящему времени не будет. А где можно будет почитать информацию об этом, когда эти пусть начнутся, будут ли они вообще? Что-то в плане сейчас разместить как раз по поводу поддержки детей организационной жизни на своем сайте и мы на своем ресурсе обязательно разместим который будет готов. Обучение если будет грант сделан бесплатно, но пока что нет. Наверное, мы вынуждены это выплаты. просто вы сказали, что вы законодательно хотите все сделать, это все оформить и внести в закон, что будет это как отдельный зверь помощи, социальные услуги или что-то еще, сопровождение. Значит, должны же быть какие-то специалисты. правильно это говорить совершенно. Законодательно это должна быть какая-то специальность. У нас проблема в том социальной сфере, что, например, социальные работники, у нас есть, конечно, проект профессионального стандарта социального работника. Там много чего прописано, но пока нет тех функций, тех компетенций, которые относятся к тематике, которые мы с вами сегодня раздавали. Это нужно дополнять, это в том, что есть. Поэтому возможно, прочитали, вы проект признаницы, там, к сожалению, пока только общие фразы, их нужно конкретикой наполнять и более конкретно прописать. Что-то требуется подготовка специалистов по сопровождению проживания, требуется, чтобы стандарт профессиональный тех специалистов, которые участвовали в сопровождении, он включал соответствующие функции и компетенции, которые нужно обучать и тех, кто получает пост высшее специальное образование и тех, кто проходит переподготовку и повышение квалификации. Это важно. Может быть, надо тогда включить государственные стандарты, просто стандарты, да, как работника сопровождаемого желания. Предложение может быть включить в праве профессионального стандарта, да, такие функции не влияются. Уже есть такие предложения говорят об этом, что нужно пропостандарты специально зарабатывать. Почему это отдельное сопровождаемое пожелание? Вот это на втором сюжете должны заниматься специально. Обще написали, вообще. Можно наградить так же, как и помочь. Безусловно, это требуется, на сегодняшний день самыми в этом направлении специалистами подготовленными оказываются родители. Они все. А вот смотрите, Андрей как? Здесь значит, третий пункт, куда и соцзащиты получить, должен по-моему вкладе судьбер Российской Федерации все и соцзащит населения разработать реализацию социально-реабилитационной программы с обладанием предложений поддерживающих групп. Это вообще вот просто программа. А давайте как я сюда и включил? Прямо в этот пункт как предложение? Как тогда получил? Нет позорожения? Нет. По поводу вот стандарта для специалиста по сопровождению. в этот пункт только не с не нравится что здесь субъектом вот в том и дело нам надо обращаться не поучить руководительной власти субъектом а самому министерству они должны единую за всех давайте сейчас что-нибудь бросаем и прицепим и дадим хорошо но помимо подготовки специалистов является раннего действия еще и другие предложения по Минтруду и образованию субъек работе в мимат сверху не распространяется у нас своя власть если имени трудовое все-таки то что касается профессионального стандарта то Минобразование как раз подготовки специалистов для сопровождения Вы занимались московские государственные социальные университеты? Все что-то занимаются? Ну что, тогда давайте все-таки хотя бы этот учебный речь. Можно, по крайней мере, пока что это не читать, не формулировать, а в целом подготовить, внести в проект профессионального стандарта функции и компетенции, связанные с выполнением работы по сопровождению проживания, сопровождению трудовой занятости. А в курсе тогда в какой профессии? Или это как пишите? В социальной работе. Да, все равно это как социальная работа. Мы же не можем сейчас новую профессию взять и предложить. Я понимаю, что во всех судебах по-разному координатам. Здесь скоро любится суть защиты или все-таки образование. А что вы имеете? У нас в субъекте все статировано на судящие, в том числе для мучений. Вопрос образования подключается, но у нас, получается, для вас крайне хорошо работает, для судящих хорошо работает, для образования хорошо работает. Но пока что еще на каждом целях нет. Вообще, есть требования со стороны правительства, чтобы создавались межведомственные комплексные планы, приказы разные, соответственно, о внедрении этих планов и так далее. Соответственно, в этот уровень межведомственных планов нужно вносить те предприятия, которые... А на уровне министерств имеется в виду федерального? На уровне министерств тоже есть соответствующие межведомственные планы работы и так далее. Федеральный день. У нас ведь компетенции... Четко никто не определяется, что это не много, и какие-нибудь... Ну, видите, четко никто не определит, что вот всей работой, связанной с комплексным сопровождением, начиная от ранней помощи до грозного состояния, это не будет заниматься только какого-то одно ведомство. Даже есть некоторые программы, например, программа развития ранней помощи в Российской Федерации, а на должность межведомственных планов. И ее подписывают и Минтрун, и Минздрав, и Минполн. И поскольку дети с расстройствами аутистического аспекта, любой ребенок, который имеет ограничения ограниченной возможности здоровья, по сути дела межведомственные ребенок и взрослый. И здесь важно, чтобы ведомства по этому поводу заговаривались, каким образом они будут взаимодействовать и на уровне региона, и на уровне федерации. И вот эти планы, межведомственные работы, они пока слишком общие. Важно, чтобы они более конкретики наполнялись. Чтобы мы могли увидеть, а где мы в этом плане находимся, и где наши дети, взрослые люди находятся в этом плане. Что это делает для этого здравоохранения, социальной защиты и образования. И тут опять же важно, чтобы именно со стороны конкретного муниципалитета, региона, были какие-то предложения, идеи, когда мы с вами сейчас могли бы, воспользовавшись тем случаем, что можно это передавать дальше уже в органы власти, и какую-то конкретику, касающуюся нашей тематики, обозначить. Вот мы с вами договорились обозначить по поводу стандарта, по поводу обучения. Я предлагаю Минздраву рекомендовать, чтобы они озадачивались тем, что нужно обучать, готовить специалистов, в том числе и психолога-педагогического профиля, чтобы они могли работать в сопровождении взрослых людей. Есть такая потребность, есть такая потребность. Соответственно, важно, чтобы создавались специальные курсы, программы, разрабатывались, какие-то, да, именно высшие полки. Следующий флог, Михаил, как раз тоже с этим вопросом обращались. Мы тогда же говорили о том, что у нас были специалисты по работе с людьми, и согласно сказать, что у нас есть именно специалисты. И ставился вопрос, мы были на одной секции, да? Есть, да? Вообще-то специалистов, да? Тогда это Министерство образования решили. А потом, то, что касается самих практик. На сегодняшний день нам говорят министерства, министерства трудов, например, о том, что у нас в 442-м законе, закон в основном социального обслуживания, уже все есть и больше ничего не надо. Мы говорим, что есть много, но не все. Нужно дополнять. И говорим, что нужно дополнять. И, в принципе, они готовы что-то вносить, но не готовы вносить изменения в законодательстве. Запомните, да, федерально. Они готовы давать методические рекомендации регионам по этому направлению. Но методические рекомендации, они не означают, что регион обязан будет это делать, да? Потому что он будет обязан это финансировать в этом проблеме. Поэтому здесь нужно предлагать, чтобы вносились изменения не только в виде методических рекомендаций, а все-таки нормативно-правовые акты регионов, которые были обязательны к исполнению и, соответственно, планировались бы финансы. А финансы нужны на что? Нужны, во-первых, на саму услугу, на сопровождение. То, чтобы оплачивалась эта часть. Вот. И в настоящий момент, если бы в психонемрологических интернатах предоставлялось столько услуг, сколько человек действительно нуждается, то они бы стали золотыми. и потребовалось бы гораздо больше персонала и средств для того, чтобы обеспечивать эти услуги. А поскольку этих услуг не происходит, то, соответственно, и стоимость подслуживания в интернатах, она, ну, по крайней мере, я не беру московские, там, или питерские, там, другие цены здесь у регионов хорошие. В остальных регионах значительно ниже. И большая нехватка имеется у персонала и у персонала, который, скажем, качественный. Действительно, первая часть, если у кого задается открыть управление в подготовке специально-технологическое образование, выделить новый профиль образования в виде СРАС. Это что касается образования. А тогда у нас, вот, сопровождение между взрослыми. Не знаю, а что случается, что здесь довольно полно. Вот, обращаю внимание, есть сумки рекомендовать органам исполнительной гладицы, в сфере образования, введения и корректирующие коэффициент финансирования образовательных услуг. Вот, ведь этот раз в груз по России тоже колоссальный. Я знаю, где-то в Сибири какой-то город 5-6, 5 центов. Я не знаю, как-то в тех регионах, в Москве два. Как вы тут делаете? Вчера, в апреле, в 19-е? Вчера, в апреле, уже понятно. То есть, насколько... Да какой смысл тогда рекомендовать органам исполнительной власти, если уже каждый все равно действует как участие, как хотят? Это надо министерству, чтобы от и до давали. Здесь, как говорилось, рекомендовалось на съезде депетологов. Да, да. Чтобы был на уровне федерации такой определенный, введен, хотя бы, какой-то рекомендательный расчет, каким образом компонент, каким образом... Есть, может быть, еще какие-то предложения у вас, которые вы хотели бы, чтобы нашли отражение в эзолюции? По ранней помощи? По ранней помощи? Да, по ранней помощи. Там неиздок, там неиздок. Уважаемые коллеги, давайте раннюю помощь, вырастаем раннюю помощь и секцию. Спасибо большое всем за внимание. Уважаемые слушатели, в данном аудиториале мы не хотим прийти, но... Упал...